Когда мы были на Ибице, первую ночь мы поломали кровать. Ты ничего из себя не представляешь. От 580 тысяч евро и это квартира с одной спальной комнатой. Очень много квартир продано. Окупасы просто выбирают пустую квартиру, они ее захватывают. Ты должен за них платить, и до решения суда ты с ними легально ничего не можешь сделать. В сегодня время очень небезопасный город. Оторвал сумку велосипедист, разбьют окна в машина. 5% украинский ФОП забудь, и таких налогов здесь не будет. Лена, найди нам женихов. Я говорю, девочек, на самом деле их нет, потому что много геев. Испанцы действительно говорят, что им проще стать геями, чем найти нормальную испанку. Это нельзя снимать, но там прям за нами идет женщина с оголенной грудью. Мы вдруг ее снимем, то мы ее закроем. Испания. Одна из наиболее популярных стран в Европе, которые сейчас выбирают для эмиграции. В 2022 число иностранцев, проживающих здесь, увеличилось на 173 тысячи человек, достигнув почти 6 миллионов. И это максимальный показатель за всю историю страны. Причин много. Теплый климат, многообразие архитектурных памятников и природных красот, доброжелательность местных жителей и относительно невысокая стоимость жизни по сравнению с другими европейскими странами. По версии международного сообщества эмигрантов, город Валенсия был назван лучшим в мире городом для проживания экспатов. На данный момент здесь проживают около 800 тысяч жителей и 14% из них это иностранцы. Так что же делает этот город таким особенным и почему сюда переезжает так много людей? В этом видео мы со всеми этими вопросами и разберемся. Это экспаты в Валенсии. Приятного просмотра. Валенсия, Средиземное море. Мы с тобой находимся на набережной Валенсии, на пляже Мальвороса, который находится в районе Кабаньяль. И что интересного я хочу тебе сразу рассказать, почему этот пляж называется Мальвороса. Он обязан своим названием французскому ботанику, который в середине 19 века занимался построением ботанического сада Валенсии. И как раз раньше здесь было болото. Он посадил цветы, которые называются розовая мальва. И на испанском это будет мальва роса. Все очень просто. И также раньше здесь еще были плантации тростникового сахара. И вообще в этом районе жили рыбаки, которые занимались выловом рыбы в Валенсии. В Валенсии, кстати, 300 солнечных дней в году. Поэтому очень многие выбирают Валенсию как город для переезда. Валенсия третий город по значимости и величине в Испании. Они после Мадридной столицы, потом Барсона и Валенсия. Валенсию четыре раза признавали лучшим городом для жизни. В 2017, 2018, 2019 году. И в прошлом году, в декабре, Форбс признал Валенсию как лучший город для жизни экспатов. И также айтишников, которые могут сюда переезжать и жить, потому что у них зарплаты выше. Уровень жизни они могут позволить себе здесь намного лучше. Приезжают сюда, кстати, итальянцы, французы. Это популярное место для переезда, потому что уровень цен в Испании ниже, чем в соседних странах. И те, кто работает онлайн, они себя чувствуют здесь комфортнее. Цены на аренду жилья, на ту же покупку, например, меньше. И на продукты питания в целом. Плюс шикарный климат. И многие приезжают, например, отдыхать, либо пожить несколько месяцев просто в году здесь. Есть также англичане, которые купили себе здесь недвижимости. Приезжают и немцы, кстати, очень тоже популярная локация среди немцев. Поэтому они приезжают, покупают недвижимость и начинают просто жить здесь. Особенно люди, которые называют это возраст, золотой возраст, да, де Оро. То есть мы называем пенсионеры, а у них это золотой возраст. Поэтому люди золотого возраста приезжают сюда, покупают недвижимость и проводят красиво свои оставшиеся годы. У меня была такая мечта вообще жить на берегу моря, потому что море впервые я увидела только в 10 лет. И в 2015 году я написала волшебное письмо Санта-Клаусу, которое мой бывший начальник в Киеве отдал лично в руки. Ему прислал мне видео. И там было написано, что в августе 2016 года я хочу гулять за ручкой с любимым человеком по улицам Барселоны. Что случилось потом? Через 9 месяцев я знакомлюсь на Тиндере с моим мужем. Он испанец. И он приглашает меня очень быстро приехать к нему на Ибицу на закрытие вечеринок. Так и говорит, переезжай. Ты, конечно, сейчас перееду. Как это было? Он ставит мне суперлайк в Тиндере. Я такая, о, кто поставил суперлайк? Это значит очень нравится, как бы, да, очень хочу познакомиться поближе. Я ему пишу. Я ему первое, на самом деле, написала. Я ему пишу, привет с Амстердама. Он мне пишет, привет с Ибицы. Я говорю, о, я никогда не была в Испании. Он такой, да ладно, приезжай на Ибицу. Я говорю, I'm crazy enough to sell you yes, покупай мне билет. Что значит, я достаточно crazy, покупай мне, как бы, билет. Вот. Мы на следующий день созвонились, пообщались по видео, поговорили. Он мне очень понравился, симпонировал. Вижу, что мужчина, как бы, нормальный, адекватный, можно ехать, в принципе, знаешь. Он писал мне билет. Я тогда поехала с подушкой. Мы круто провели 4 дня на Ибице. У меня тогда еще была виза на месяц остаться в Европе. Это был 16-й год. И он говорит мне, слушай, почему бы тебе не остаться, пока есть виза. Давай попробуем пожить вместе и посмотрим. Я остаюсь, не возвращаясь в Украину. Через 7 месяцев я выхожу замуж. То есть для моих родителей это, конечно, был немножко шок. Мама говорит, мужчина хороший, ты счастлив. Я говорю, да, все, супер, класс. Папа говорит, какая Испания. Берешь первый билет домой. И возвращаюсь в Украину. Говорю, папа, адьос. Я с папой не общалась, кстати, несколько месяцев по этому поводу. Он сильно обиделся. Мы собрали быстрые документы. Что надо, в принципе, чтобы выйти замуж за Испанца. Всего для девушки из Украины, всего нужна прописка здесь, в Испании. Желательно, конечно, совместная с твоим будущим мужем-испанцем. Прописка, где ты жила последние 2 года в Украине. И твое свидетельство о рождении с апостилем. Как проходит собеседование на замужество в Испании? Это тоже очень интересно. Сидят такие 3 бабули, 60+. Одна задает тебе вопросы, вторая их записывает на компьютере. И третья задает вопросы не в попад, чтобы проверить, на самом деле ли это такая влюбленность, и вы хотите пожениться, либо это все-таки фиктивный брак для получения испанских документов. Потом они дают ответ, как бы одобрение, либо положительный, либо отрицательный. Обычно в течение от 2 недель до 2 месяцев нам повезло. Ответ дали через 3 дня и сказали, выбирайте дату росписи. Мы расписались в конце апреля, получается. В июле мне уже дали резиденцию, но физическую карту дали только в октябре. То есть из-за момента, когда я приехала на Ибицу и потом вернулась в Украину, прошло чуть больше года. Это очень интересная история, о которой я хочу написать книгу. Сами местные, они ходят на этот пляж, либо они купаются на каких-то других? В Валенсии порт номер 1 на территории Испании, который занимается грузоперевозками, который принимает очень большое количество кораблей, которые перевозят именно грузовые контейнеры. И именно из-за этого местные не любят здесь купаться, потому что считают, что вода достаточно грязная. Поэтому они ездят на другие пляжи. У нас есть пляж Эль Салер и Пинедо, который находится в 15 минутах езды от Валенсии. И в принципе местные очень любят летать, например, на Бальярские острова. Это Майорка, Минорка, Ибица, Формонтера. Слетать туда-обратно можно за 20 евро с ручной кладью. Если покупать билеты заранее, потому что билеты могут расти в цене, и там 300-400 евро. Я знаю, что у тебя есть классный сайт, на котором можно найти самые выгодные билеты. И он действительно крутой. Знакомьтесь, это Женя из Одессы. Его история переезда в Испанию началась еще в далеком 2014-м, когда они с женой решили приобрести квартиру в городе Аликанте исключительно с целью выгодной инвестиции. Сам же переезд у семьи назрел только через пару лет. Одной из главных причин была усталость родителей от частых болезней у детей. И вот в один прекрасный день Женя уволился с работы в банке и отправился с семьей на машине к знакомым на север Испании. И уже навсегда. Сегодня воскресенье. Я здесь был в будние дни. Так вот, в воскресенье людей точно x10. Если в будние дни, то в основном просто те, кто занимается спортом постоянно. Иногда заезжают туристы. Дети приходят сюда поиграть, позаниматься спортом как секции, так и школьники. И даже утром, днем и вечером людей сильно меньше. Сегодня воскресенье, мне кажется, половина Валенсии сегодня на этом пляже. Приехала сюда. Если на этом пляже устраивалось еще мероприятие, буквально месяц назад был здесь праздник воздушных змеев. И здесь нужно x20, наверное. Пройти было невозможно ни по набережной, ни на море. И висели все в воздушных змеях. Это было очень круто. И вообще испанцы такие семейные люди. И ты можешь понаблюдать очень много людей, которые приходят с детьми, с бабушками, с дедушками отдыхать, наслаждаться, гулять. Но и спортивные тоже в том числе. Поэтому они очень не любят находиться в квартирах своих. И это первая такая особенная менталитет. И у нас квартира с тобой должна быть идеально, хорошо отремонтирована. Все должно быть мега удобно. Все должно быть классно сделано. Отопление, конечно же, должно быть чисто, тепло и так далее. Испанцы в этом плане максимально наоборот. Вот нотариус, да? Он нормально зарабатывает денег. Я говорю, а почему у тебя нет отопления? Он говорит, а мне не надо. Он говорит, я нахожусь все время где-то, но этот один месяц я могу себе позволить так, чтобы мне было холодно. Я говорю, ну это же как бы неудобно. И ты заходишь в квартиру нотариуса и думаешь, блин, круто. Должно быть же ожидание такого, что сейчас будет элиточка. Нет, у них все очень просто, все свободно, потому что вся жизнь проходит вот здесь, на улице. С какими сложностями вы столкнулись с женой, когда приехали сюда и уже начали постоянно жить? И как у вас прошла адаптация? Очень сложно было понять, что ты ничего из себя не представляешь. Что ты приехал в другую страну, ты не знаешь этого языка, ты не понимаешь менталитета. Тебе негде пойти работать. То есть, по большому счету, ты не можешь пойти сегодня в любую дверь, сказать, я хочу у вас работать, возьмите меня. У меня там высшее образование и банковское обслуживание, жена, у меня доктор. То есть, мы все как бы умеем делать. Нет. Соответственно, обнуление себя, как бы, это была самая сложная фаза адаптации, наверное. Что ты в Украине что-то из себя представлял. То есть, у тебя был опыт, знание, должность, позиция, работа. А когда ты приехал в Испанию, все то, что у тебя было ценное, его как бы нет. Кроме твоего багажа, наверное, знаний и твоего опыта, который ты можешь применить здесь на практике. Второй момент – это коммуникация, это язык. Это было очень сложно, потому что это был один из первых дней, когда мы устроили ребенка в школу. Приходим к учительнице, и она мне что-то говорит. Но я ничего не понимаю, что она говорит. Естественно, она английский не знала. И она мне говорит по-испански. Есть какая-то женщина, которая мне помогает и переводит. И ты понимаешь, что твой ребенок находится каждый день в школе. Ребенок не понимает, ты не можешь ничего спросить. Паника. И это было крутой мотивацией пойти учить испанский язык. Я учил испанский язык за 2 месяца, но я офигачил, блин, каждый день по 5 часов в день учебы, 3-4 часа домашнего задания. То есть я такой, знаешь, как попал на студенческую скамью, но при этом был максимально замотивирован это сделать в максимально короткий срок времени. И это нам помогло. Третье, что нам помогло, мы искали не русскоязычный круг общения, непривычный для нас менталитет и прочее, а мы адаптировались к испанцам. И искали друзей, знакомых, путешествия какие-то именно с испанским кругом общения. И это тебя сразу культурно, ментально ставит вместе с ними в один ряд. Ты начинаешь понимать их поведение, ты начинаешь понимать, что им, их ценности, что для них важно. И ты начинаешь принимать эту культуру. Чтобы лучше понять различия в культуре, менталитете, ценностях и условиях для жизни, я решил проехаться по всему побережью Коста-Планка со своим давним знакомым Яном. Собственником компании Аллегрия, которая уже много лет помогает людям построить свою новую жизнь в стране вечного солнца. Если вы смотрите меня давно, то точно помните историю Яна и его семьи. Мы уже снимали с ней видео два года назад. Кстати, Коста-Планка считается одним из лучших побережьев в Европе. Оно раскинулось более чем на 500 километров в автономии Валенсия. При этом каждый из городов от севера до юга обладает уникальными условиями для жизни и отдыха. Что важно, Коста-Планка отличается доступностью цен на жилье в сравнении с другими испанскими побережьями. Я был здесь осенью. Я сейчас в начале лета. Мне везет с погодой. Почему у меня здесь нет солнца? Здесь более 300 солнечных дней, даже более 320 солнечных дней. Но случается и такое. Например, вчера был хороший солнечный день, а сегодня немножко пасмурно. Даже утром был маленький дождик. Такое тоже бывает. Расскажи, пожалуйста, про регионы Испании. Какие есть части, и потом непосредственно про этот регион, где ты живешь? Мы непосредственно живем в регионе Валенсийское сообщество, столица, город Валенсия. Регионов есть много. Есть Каталуния, есть Мадрид, есть Валенсийское сообщество. Есть Андалусия, страна Басков, Астурия, Галисия и так далее. То есть их очень много. Они все разные. Испания вообще большая страна. Здесь население порядка 47 миллионов. И все регионы, они разные. Они, как правило, не повторяются. То есть у них разная культура, разные языки, кстати, и разная гастрономия, кухня. Везде есть свои плюсы, свои минусы. Но наш регион, он, конечно, славится климатом прежде всего. И локомотив приезда сюда огромного количества туристов и покупателей недвижимости – это именно солнце. Потому что очень мягкая зима. Зимой средняя температура 16-18 градусов. Благодаря чему здесь и зимует очень много европейцев. Если говорить об этом побережье протяженностью 170 километров, то один из самых популярных городков, в котором очень многие переезжие начинают свою жизнь в Испании – это Таревьеха. Да. По популярности, наверное, это Бенедорм и пригород Фенистрат. Также, где еще живут. Можешь, пожалуйста, пройтись по каждому из этих городов? Если мы возьмем с точки зрения туризма, конечно, самый посещаемый город – это Бенедорм. Там самое большое количество туристов его посещают в течение года. Таревьеха – самое популярное место для старта, для переезда. Сюда очень многие переезжают, потому что более экономичная цена, легче адаптироваться из-за большого количества русскоязычных людей. И украиномовных. И украиномовных, да. В том числе и более того, украиномовных сейчас здесь больше. Какое количество людей живет в Таревьехе сейчас? Ты мне говорил, что украинцев сейчас больше всех. Да. По последней переписи, которая была буквально где-то месяц назад, наш мэр города опубликовал, население города Таревьехи чуть-чуть более 91 тысячи. Хотя реально, я думаю, 110-120 тысяч. Самая большая комьюнити британская, она уже десятки лет самая большая комьюнити. Здесь очень много шведов, финнов, немцев и очень много поляков. Последние 2 года увеличилось огромное количество поляков. Это мы видим по польским машинам, по бизнесам, которые открывают поляки. И по количеству обращений, которые мы получаем, наша компания. То есть количество заявок выросло процентов на 300, может, даже на 400. Почему они выезжают? Я со многими клиентами из Польши общался. И первый фактор это то, что у них безумно подорожала недвижимость. И они считают, что она уже на пике, дальше будет только спад. Поэтому очень многие инвесторы выходят из польской недвижимости и перекладывают это в другие страны, где идет как раз развитие. Второй фактор, я думаю, это война. Польша все-таки находится близко к этой точке, где происходит сегодня война. Наверное, это тоже влияет, скорее всего. И третье, очень многие поляки почему-то недовольны политикой, которую ведет их правительство. Тоже переезжают из-за этого. Но у нас в школе, например, очень много сегодня поляков. Хотя раньше практически не было, я не припомню. В моей школе цифровых навыков пара еще не было поляков. Но половина студентов это переселенцы и люди, живущие за границей, в том числе и в Польше, и в Испании, и в Канаде. За три года мы обучили около 3000 человек со всего мира. И в октябре у нас начинается 12-й поток обучения комплексному интернет-маркетингу, где вы за 5 месяцев вместе со мной и моей командой вживую разберетесь со всем темным лесом интернет-маркетинга. А это SMM, контекстная реклама, аналитика, SEO, CRO, контент, email-маркетинг. А также по окончанию обучения вы освоите новую профессию с нуля. Сможете зарабатывать онлайн, фрилансить или устроиться на работу в той стране, где вы живете. В общем, если вам действительно нужны знания и практика, вы готовы и хотите меняться, приходите к нам учиться. Разберемся во всем вместе. А еще приятный бонус от меня. Скажите, что вы от Андрея и получите 50 евро скидку. Все контакты есть в описании к видео и в закрепленном комментарии. Звоните, пишите, ответим на все вопросы. Также, если вам или вашему бизнесу необходима помощь в продвижении в интернете, обращайтесь в мое агентство PARA Agency. Поможем и с этим. Школа цифровых навыков ПАРА. Давай разберемся вместе. Когда тебя муж привел в семью? Когда познакомил с мамой и когда познакомил с папой? Я знаю, что если хочешь иметь хорошее отношение с мужем и вообще, чтобы тебя семья приняла, нужно наладить отношения с мамой, верно? Да, это правда. Сначала мне познакомили с папой, потому что я приехала на 4 дня на Ибицу, и я сразу осталась. Папе он сказал как бы об этом сразу. Папа тоже тусил? Папа не тусил с нами, но папа был очень таким жестким тусером. Свекровь моя с ним развелась. Это был ее первый муж. И потом она вышла второй раз замуж за очень как бы спокойного, интеллигентного мужчину, который полная его противоположность. Когда мы были на Ибице, это был семейный дом свекрови. И в первую ночь мы поломали кровать. Да. Потом домработница позвонила свекрови. Говорит, я не знаю, кого там привез как бы твой сын, потому что кровать поломана, что тут происходит вообще просто. И когда я ознакомилась со своей свекрови, мы пришли в ресторан. Первое, что я сказала, я говорю, hello, perdona for the bed. И она начинает смеяться такая, ха-ха-ха. Ну, как бы я ее расположила этим, знаешь, я извинилась за сломанную кровать. Потом, получается, когда мы начали, муж мой купил, он уже купил до этого квартиру. И когда делали ремонт в этой квартире, мы на время, пока был ремонт, переехали жить к свекрови, у нее большой дом в загородном. Я носила ей на завтраке в постель. Я ей делала печеньки Мария со сливочным маслом, кофе и ложила еще цветочки. И таким образом, как бы я прям заслужила доверие, уважение, расположила к себе. И до этого еще, перед тем, как он мне сделала предложение перед своей семьей, я приготовила борщ, насыпала наш борщ в такую двухлитровую банку. Борщ их покорил абсолютно всех. И они говорят, ой, этот суп со свеклой просто потрясающий. Они ее кайфанули от борща. И также, кстати, что здесь популярно, например, в Испании очень у многих есть домработники, домработницы, люди, которые обслуживают, например, там, садовники. Садовники, а это могут быть люди из Румынии. И моей свекровине нравятся очень голубцы. Она говорит, ой, у вас есть вот это блюдо. Вот это рис с мясом завернут в капустные листья. И когда у нее был день рождения, это все просто к истории с мамой связано. Я решила, что они так прикольнутся. Я приготовила голубцы, положила их в судочек, красиво упаковала в коробку такую подарочную, знаешь, прям с бантом перевязала их. Приезжаем к ней на день рождения, она так открывает коробку, а там судок. Она открывает, она думает, что он пустой, а там голубцы. И это был тоже такой оригинальный подарок. Поэтому наладить отношения со свекровью очень важно, круто, полезно. Потому что испанские мужчины, они могут общаться с мамой несколько раз в неделю, несколько раз в день, даже некоторые звонят. И они спрашивают ее совета, они беспокоятся о ней. Потому что мамы здесь сильно любят своих, в принципе, как и детей, как и сыновей, так и дочерей. И в Испании они могут жить до 30-35 лет даже с родителями. Это, в принципе, нормально. Поэтому испанцы не спешат быстро выходить замуж, жениться, создавать семьи. До 25-ти они учатся, например, до 30-ти они путешествуют, делают карьеру. И где-то 30-35 лет они задумываются о создании семьи. Поэтому здесь рожать в 35-40 лет, это считается абсолютно нормальным. Никто тебя не назовет старой родящей, как в Украине. И это хорошо. Кто здесь живет? Слушай, я иду, здесь просто, ну, кайф. Это богатые, бедные, средний класс. Изначально этот район был построен как район, скажем так, дачных участков. То есть люди, которые жили в центре Валентии, они строили здесь домики, чтобы приехать на выходные, либо приехать в летний сезон. И эти домики были построены таким образом, чтобы ты мог припарковать свою лодочку. Ты выходишь из дома, сел на лодочку, и тут есть сразу прямой выход в море. То есть ты сел и поехал кататься, купаться, ловить рыбку. Кстати, очень популярный вид досуга среди валенсийцев. Выходные взять лодку на прокат, либо у многих есть лодка, собрать с собой какую-то еду и выплыть на целый день в море, позагорать, покупаться, кайфануть и обратно вернуться сюда. Поэтому это такой дачный участок, построенный в 70-х годах. Сейчас здесь живут люди, которые, в принципе, им за 50-60+. Также этот район очень популярный среди наших туристов, которые приезжают летом с детьми, потому что район спокойный, безопасный, хороший пляж, здесь тихо, нет, например, буйной, скажем так, молодежи, которая здесь веселится, шумит, включает громко музыку и пьянствует. Так что район достаточно хороший. Зимой здесь прохладно, потому что очень сильные ветра, и в этих домах практически нигде нет отопления. И так как зимой здесь нет отопления, холодно, потому что зимой в Валенсии, например, минимальная температура получается у нас утром плюс 4 градуса, днем температура прогревается до плюс 15, плюс 20. И иногда бывает зимой все-таки так прохладно, что ты выходишь на улицу, чтобы погреться, потому что на улице теплее, чем дома. Ян, давай смоделируем такую ситуацию. Допустим, я, моя жена, у меня двое детей, две дочки, 9-14 лет. Мы переезжаем сюда жить. С чем мы столкнемся? Нам нужно будет арендовать либо купить квартиру. Да. Если мы беженцы, но мы не беженцы, мы не переезжаем, но если мы беженцы, мы можем получить здесь какую-то защиту, документы. Вы можете получить временную защиту. Потом мне нужно будет пойти в садик либо в школу. Сколько это будет стоить, какие есть варианты. Потом у меня будут медицинские вопросы и так далее. Итак, приезжает сюда украинская семья, 4 человека, стандартная семья. С чем мы сталкиваемся? Прежде всего необходимо оформить статус проживания здесь. Сегодня на основании войны, которая проходит в Украине, те, кто приезжает сюда в Испанию, могут получить временную защиту. На сегодняшний день ее дают до марта или апреля. Да, до марта 2024 года. Соответственно, получаете временную защиту. Это пластиковая карточка. Она ничем не отличается от обычного вида на жительство, который здесь есть у иностранцев, которые проживают. Она с правом на работу. Точно так же можно получить бесплатную медицинскую страховку, которую нужно оформить в поликлинике. И записать детей в школу. Если мы говорим про... Бесплатно? Да. Если мы говорим про государственную школу, в которой образование на испанском языке, это бесплатно. Образование бесплатно для всех. И для испанцев, и для иностранцев. Если мы хотим детей записать в частную школу, например, в нашем регионе здесь несколько школ британских, английских. Там образование платное. Сколько денег? Их есть несколько. Например, школа, куда ходят мои дети, мы платим 800-900 евро в месяц за ребенка. Из-за того, что у меня учатся двое детей, школа предоставляет скидку 10%. То есть мне на двоих обходится 1550 евро в месяц или в год 15500 евро. Садик в Испании до 3 лет. С 3 лет начинается начальная школа. Значит, садик стоит от 150 до 300 евро в месяц. Кстати, в садике тоже есть билингва, где детки сразу учатся и на испанском, и на английском языке. Если говорить о вопросе жилья, аренда и покупка? Цены на аренду поднялись. Арендные ставки поднялись по всей Испании, в Таревехе в том числе. И с арендой на самом деле достаточно сложно. Потому что огромный наплыв людей, кто приехал в город. И не так много вариантов. Но, тем не менее, удается всегда находить аренду. Я бы сказал, что рассчитывать нужно от 500 евро в месяц и выше. Это однушка будет? Нет. За 500-550 в принципе можно найти квартиру с двумя спальными комнатами. Однушка от 450 до 550. Двушка от 500 до 700. Вот 550-600 точно можно найти квартиру с двумя спальными комнатами в аренду. Либо можно купить, если мы говорим про однушку, от 65 до 75 тысяч евро. Так дешево? Так дешево. Это вторичка? Это вторичка. А новая у тебя будет сколько стоить? Новые однушки сейчас практически не строятся. В основном двушки. И новая сегодня это уже от 200 тысяч. То есть ценник поднялся. Но если мы сравниваем с той же Турцией, у нас пока еще демократично и на аренду, и на покупку. Двушку можно купить. Вторичный рынок 80-90 тысяч евро. В принципе, можно подобрать. Хотя цены выросли. Вот с того момента, когда ты у меня был в гостях 2 года назад, цены поднялись, наверное, процентов на 30 точно. Может, даже и чуть-чуть больше. По закону украинцы, которые переезжают в Испанию и оформляют статус временной защиты, на своей машине могут здесь ездить до 12 месяцев, до 1 года. Потом необходимо машину растаможить и поставить на испанские номера. Вся процедура стоит от 500 до 1200 евро в зависимости от машины. Сама растаможка, она нулевая ставка, льготная. Это только для украинцев сегодня. Испания платит что-то украинцам или нет? Очень мало. Испания очень много приняла украинцев. Вообще в Испанию приехало, насколько я знаю, более 200 тысяч беженцев с Украины. Испания дает сразу документы. Испания выдает бесплатную медицинскую страховку. Естественно, бесплатное образование. Но какой-то большой помощи ее очень мало. Есть какие-то фонды Красный Крест, который помогает с продуктами. Есть фонды, которые помогают с жильем. Но проблема, что на побережье практически нет таких программ. Они где-то на севере Испании. Очень многие пожив там полгода. И программа действует, по-моему, 5 или 6 месяцев, где предоставляют бесплатное жилье. Я знаю много семей, которые там пожили. Через 5-6 месяцев переезжают на море, сами платят. Потому что говорят, что там, во-первых, нет общения. Там живут одни испанцы. И, во-вторых, они пережили зиму. Там очень холодно. То есть там не так, как здесь. Здесь есть программа, которую ввели, по-моему, с сентября прошлого года. Помощь, если я не ошибаюсь, 400 евро в месяц на семью в течение 6 месяцев. Необходимо было встать на учет, записаться на эту программу до конца марта. Но я не знаю, люди уже начали получать или нет. То есть все, кто встали на эту программу, они эти деньги получат. Что тебя раздражало и раздражает в испанцах и в Испании? В испанцах больше всего меня раздражало то, что они медленные. Они никуда не спешат. Очень часто они могут не сдерживать слово, что-то обещать. Им очень неудобно сказать нет. Поэтому говорят такие, да-да, хорошо, попозже. И, в принципе, как бы этого могут не делать. Есть испанцы, которые все-таки обязательно выполняют свои обещания. Что меня раздражало, наверное, то, что они могут никуда не спешить и просто жить в моменте. То есть они находятся каждым днем своей жизни. И это здорово. У них, возможно, нет каких-то дальних планов. То, что мне нравилось у них, это то, что нет каких-то понтов. И вот показать, что я круче. И у них нет, скажем так, вот этого менталитета показать, например, у нас люди могут покупать какие-то дорогие машины и не соответствовать их статусу. Испанцы здесь не тратят деньги на то, чтобы кого-то удивить, показать то состояние, которого у них на самом деле нет. Спокойно могут покупать вещи на распродажах. То есть они не гонятся за первой коллекцией или вот сейчас там вышла новая коллекция вещи покупать, это нормально. Большую часть своих денег они тратят на походы в рестораны и путешествия. То есть для них очень важно провести время с семьей. Также у них очень крутая есть традиция по выходным встретиться, например, в субботу, в воскресенье встретиться с семьей. И обычно эта встреча проходит либо у кого-то дома, там у мамы, у папы, у кого-то там из братьев, сестер. Они вместе собираются готовить паэлью, собираются все родственники, всех там обсудят, как у кого дела, какие новости и так дальше. И это то, что действительно поддерживается и мне очень нравилось вот эти такие глубокие семейные традиции. Это то, что меня поразило, удивило и то, что очень круто. Что меня еще удивило, очень большое количество геев в Испании. То есть я думала, здесь такие все испанские мачо, сейчас ты приедешь. Потому что когда мои подружки видели, что я вышла замуж и все круто, они такие, Лена, найди нам женихов. Я говорю, девочек на самом деле их нет, потому что много геев. Откуда они взялись? Я задавала им этот вопрос. И некоторые испанцы мне ответили, что испанки стали очень жесткими феминистками. Они не такие ласковые и дарящие заботу и нежность, как наши славянские женщины. Поэтому некоторые испанцы действительно говорят, что им проще стать геями, чем найти нормальную испанку. И ходят такие слухи, что на испанских свадьбах даже есть тост, чтобы жили вы долго и счастливо, и вас не разлучила славянская женщина. Потому что, например, наши девушки, они, ну как, например, в моей была испанской семье, я говорю, мои деньги – это мои деньги, твои деньги – это деньги семьи. И, в принципе, с испанцами можно договориться на берегу. Большинство испанцев, которые особенно там 40+, они готовы обеспечивать свою девушку, женщину, свою семью полностью. Те испанцы, которые уже более молодое поколение, например, 25-30, они делят в основном счет и все расходы пополам. У них, кстати, такая популярная тема – есть общий счет в банке. То есть есть, например, мой счет, у испанца есть отдельный свой счет и есть отдельный семейный счет, куда они могут складывать деньги, там, на оплату квартиры, ипотеки, продуктов, путешествия и так дальше. Есть испанцы, которые, например, я знаю просто, у меня есть несколько подружек, которые замужем за испанцами, и говорят, мой испанец сказал, ты вот тебе книжка испанской кухни, ты должна выучить, как готовить все блюда, научиться их готовить. И только тогда я выйду за тебя, женюсь на тебе или вот из такого из плана. Есть подружки, которые рассказывали, что о них мужчины не помогали носить им пакеты супермаркета. И здесь есть, кстати, такое классное изобретение, как тележки, похожие на наши кровчучки, когда ты просто пошел на рынок либо в супермаркет, сложил все продукты в тележку, и ты не тящишь эти тяжелые пакеты. Что еще есть? Они не открывают двери практически испанцы никогда, потому что феминистки добились тоже таких прав, что если ты открываешь дверь или подаешь в пальто верхнюю одежду, ты практически их домогаешься. Поэтому феминистки здесь добились некоторых разных законов. Также они, кстати, добились очень интересный момент. Декретный отпуск здесь дается не только для женщин, декретный отпуск дается также и для мужчин. Декретный отпуск длится всего 4 недели, поэтому когда испанка родила или любая женщина, которая ходит в Испании, отпуск длится 4 недели. Потом может взять декретный отпуск отец. То есть была, например, женщина 4 недели в декретном отпуске, следующая 4 недели мужчина в декретном отпуске. Потом, например, у них может быть неиспользованный отпуск. У меня просто есть семья, которая так сделала. Они взяли тот неотгулявший отпуск, потом у него был неотгулявший отпуск. В общем, они таким образом растянули этот отпуск на год. И таким образом, получается, уходят нагрузки на детсады. Ребенок все-таки больше времени проводит с родителями, как ни крути. Испанцы, как отцы, они очень классные, потому что они уже рожают в осознанном возрасте где-то 35+. Они могут там и памперсы поменять, и детей этих они возят в разные... Ой, кстати, очень веселая у меня есть история с испанской подружкой связана. Я пришла обратно в фотосессию. Костюм фламенко такой, севильянки. Я приехала к подружке, привязала там ей бутылочку шампанского, детям фрукты, мороженое. Пока мы там мерили эти все костюмы, с ним выпили уже бутылочку кавы. Кава – это испанская просека. Выходим с ней во двор, там сидит ее муж, у нее 2 сына. Она говорит, Роман, я с Леной иду гулять, а ты сидишь с детьми. Поэтому вот так спокойно испанская женщина, могу сказать, дорогой, ты остался с детьми, а мы идем гулять. Причем это было среда или четверг, то есть следующий день она была на работу идти, и мы там гуляем часу ночи где-то. Поэтому испанские женщины, скажем так, большинство из них могут править в семье и держать, как говорит мой муж, колокольчики своего мужа, она держит это себя в кармане. Есть что-то, что ты до сих пор не можешь принять здесь? Ты знаешь, насколько уже обуспанилась? Я, кстати, получила в прошлом году уже испанский паспорт. Мне нравится абсолютно все в Испании, чувствую, что это мой дом, мне очень комфортно. Если в прошлом году я провела 5 месяцев в Мексике, и мне было некомфортно, мне просто хотелось оттуда сбежать, что, в принципе, я и сделала. Испания – это мой дом, мне очень классно, безопасно здесь. С ними всегда можно поговорить, мне нравится, у них культура вот этого small talk. Если тебе говорит, например, испанец комплимент, какая классная футболка у тебя, Андрей. Ты говоришь, не просто спасибо, а ты говоришь, ты знаешь, эту футболку я купил вот там за углом в магазине. До 20-го часа там проходит распродажа, и там есть такая же футболка красного цвета, которая подойдет тебе. Вот так у них как бы культура общения. То есть для них вот этот переговориться где-то в лифте с соседом, ты можешь пойти на рынок, в супермаркет. Если ты не знаешь, как приготовить паэльи, ты купил рыбу, видишь, там дорадо, говоришь, слушай, как мне приготовить эту дорадо? Он говорит, значит так, берешь духовку, разогреваешь, дорадо разрезаешь, лучок, морковка, плел оливковым маслом, добавил там специи. Вот это мне тоже раздражало. Например, я куда-то бегу, мне надо быстро купить продукты, а они стоят, обсуждают рецепт паэльи, или как ее дочка рожала там в прошлом месяце. То есть у них вот эти, а поговорить – это очень важно для испанца. И если, например, за день он поел в одиночестве, ни с кем не поговорил, для испанца день прошел зря, вот прям можно его вычеркнуть из жизни. Поэтому культура общения, и так они любят проводить утром у них. Если, кстати, вы хотите открыть, например, кафе в Испании, очень важно, чтобы в ресторане была терраса, потому что если нет террасы, испанцы даже не зайдут в ваше заведение. Они очень любят прийти утром, взять чашечку кофе, газетку, почитать последние новости, либо с кем-то поговорить. И у меня есть пара наших ребят, которые таким образом практикуют испанский. Они ребенка отдали в сад, просто приходят в любое кафешку и говорят «Были здесь, сеньор, китай?» И начинают разговаривать просто с испанскими дедушками, бабушками, которые с удовольствием тебе расскажут, как у них дела, подскажут какие-то фразочки. И все, поэтому практиковать испанский очень просто, главное не стесняться. Здесь только что на пляже ездили какие-то такие квадроциклы с полицейскими. Они что-то мониторят здесь? Здесь небезопасно? Наличие полицейских всегда вызывает две вещи. Одна – это ты начинаешь переживать за то, что, может быть, здесь небезопасно. А вторая… Что ты что-то сделал. Да, вторая – это то, что ты что-то сделал. И третья тогда – это ты понимаешь, что все должно быть под контролем. И не должно быть никаких лишних движений. Но в любом случае, в Испании, как и в любой стране, если ты находишься на пляже, нужно быть внимательным к своим вещам, с драгоценностями не ходить, с деньгами не ходить. Потому что, конечно же, так или иначе преступность есть. Не такая, как в Барселоне, но присутствует. Не без этого. Давай тогда тему окупусов. Я знаю, ты любишь эту тему. Сразу же затронем. Расскажи мне, пожалуйста, потому что я не могу. Я могу написать книжку про окупусов. Это нельзя снимать, но там прямо за нами идет женщина с оголенной грудью. Но, в общем, мы вдруг ее снимем, то мы ее закроем. Окупасы. Да, основной проблем, с которой сталкиваются мигранты в Испании, является не преступность, а поиски жилья и работы. По поводу жилья проблема в том, что в Испании есть такое понятие, как окупасы. Кто такие окупасы? Окупасы – это посторонний человек, который захватил чужое жилье. Окупасы появились после того, как в Испании приняли законы, призваны защищать права арендаторов жилья, попавших в трудную экономическую ситуацию. В период экономического кризиса 2008 года гражданам дали возможность оставаться в жилье, даже не имея возможности его оплачивать. В нюансах, как же жить с окупасами или не жить вообще, и что с ними делать, мы сейчас с Женей и разберемся. Очень грустная в плане частной собственности, когда хозяин не всегда может распоряжаться своим объектом недвижимости на 100%. Окупасы бывают разного типа. Бывает чисто преступная форма, когда люди просто выбирают пустую квартиру, пробивают ее через общество, коммунинат, жильцов, соседей, помечают ее и потом, естественно, действуют. Они ее захватывают. И их задача продержаться 48 часов. Если 48 часов они продержатся, и хозяин никак не отреагирует, то, по большому счету, дальше с ними очень сложно справиться. То есть ты их штурмуешь, выгоняешь, а они забаррикадировались и защищаются, не выезжают. Они не выезжают. Все время в квартире кто-то есть. Приходят полицейские, он только фиксирует факт того, что они там. И, по большому счету, ничего не делают. И, соответственно, у тебя руки связаны. Потому что, если ты начнешь действовать против них, ты начинаешь нарушать закон. И, соответственно, ты тогда подпадаешь под какую-то определенную статью, чуть ли не уголовного кодекса в том числе. Если они заезжают с детьми, это еще сложнее. Потому что ты не можешь ни свет, ни воду отключать. Ничего не можешь. Ты должен за них платить. И до решения суда ты с ними легально ничего не можешь сделать. А почему 48 часов? Придумали в законе, прописали эти 48 часов. Почему и чем они мотивировались? Мол, твоя квартира должна быть всегда под присмотром. Поэтому мой совет всегда людям, которые покупают недвижимость здесь, если они не здесь находятся, то всегда думать о безопасности своей квартиры. Ты можешь поставить сигнализацию, ты можешь ее сдавать в аренду, естественно. То есть ты можешь, чтобы кто-то постоянно ее проверял, ревизировал, но она не может быть без присмотра. В основном это все-таки районы такие социального характера, до 60-80 тысяч евро. Это первый тип окупасов, когда в квартиру заходит вообще абсолютно посторонний человек. То есть никак не связан ни с арендой, ни с тобой, ни с чем. Нет окупасов в квартирах, там, где люди действительно живут. Скажем, если ты в отпуск уехал, то никто твою квартиру занимать не будет. Потому что есть такое понятие, как основное место жительства. И когда занимается квартира основного места жительства, тогда полиция будет действовать уже совершенно по-другому и будет расценивать это как уже преступление со стороны окупаса. Но учитывая, что у людей есть 2, 3, 4 места жительства, то есть и это не основное, тогда хорошо, да, вот так вот. Второй тип окупасов, это когда ты сдаешь в аренду квартиру. Ты сдал в аренду квартиру, приличные нормальные люди, ты так подумал, и в какой-то момент они перестают оплачивать. Но как бы и ты тоже ничего не можешь сделать. Соответственно, здесь есть ряд защит, которые ты должен поставить. То есть сдавать в аренду квартиру только исключительно с договорами страхования, чтобы хотя бы у тебя была компания, которая тоже будет заниматься взысканием. Вот эти полицейские проехали. Ну, красивые, правда? Машины у них красивые, они выглядят не пузатенькие такие, а поджарые, хорошие, приятные ребята. Так вот, и, соответственно, тебе нужно, когда ты сдаешь в аренду квартиру, как минимум подумать о том, чтобы у вас страховая компания, которая будет покрывать твои риски, о том, что человек может не платить. Для нас непонятно, как это он взял в аренду твою квартиру и может не платить. Поэтому, когда сдают здесь квартиру, очень тщательно проверяют документы. Это как, не знаю, как кредитная заявка. Да. Да, это настоящая кредитная заявка, скоринг. То есть клиент, который снимает квартиру, он должен предоставить все финансовые документы. Мы отправляем в страховую компанию. Страховая компания делает полностью скоринг этого клиента. И нам отписывает, окей или не окей. Если окей, делается договор страхования, договор аренды. За страховку платит хозяин. И все счастливы в этот момент. Очень часто отказывают. Один из трех согласовывают. Фильтр такой. 20 заявок поступило. 17 на уровне телефонного разговора отпадают. Три остается, которые пойдут, посмотрят квартиру. Скажут, я беру эту квартиру в аренду. Из этих трех только одному согласуют аренду. И государство хочет все это поменять, но двигается не в правильном направлении. То есть еще больше защищают арендаторов, собственник. И еще больше начинают придумывать пирамидку инструментов, защитить свои интересы. Думаю, что те, кто со мной давно, хорошо знают, что у меня 5 разных бизнесов. И о некоторых из них я напоминаю буквально в каждом видео. Это и школа цифровых навыков пара. И агентство пара-эйдженси. И поиск авиабилетов и путешествий. Кстати, ровно 6 лет назад, именно для популяризации самостоятельных путешествий и продвижения TripMyDream, я и начал вести этот YouTube-канал. TripMyDream ежемесячно пользуются более миллиона путешественников со всего мира. К нам приходят, чтобы найти выгодные авиабилеты в любую точку мира. Спланировать свое путешествие, найти отели и получить всю необходимую полезную информацию. В следующий раз при планировании своего путешествия или поездки обязательно пользуйтесь TripMyDream. С мобильного, ноутбука или можете скачать приложение для iOS. Все ссылки есть в описании к видео. Какие 5 нельзя в Испании? Самое главное, то, что я лично пользуюсь, я не звоню испанцам время обеда. Время обеда в Испании с 2 до 5. В это время я не пишу сообщения в WhatsApp, не звоню, потому что я знаю, что это время обеда святое. На обед они едут либо домой, к жене, к семье, либо могут выходить с друзьями, с коллегами в соседнее кафе, в ресторан. Потом очень многие испанцы спят сиесту. Сиесту это обычно полчаса. Кстати, она длится. Например, сестра моего мужа, так как у нее своя лошадиная ферма, она встает очень рано, в 6 утра, и у нее такой обед. Она, например, в час 30 до 2 у нее обед, и с 2 до 4 часов она спит 2 часа. Потом она просыпается и едет дальше заниматься лошадьми. Даже, например, в больших компаниях здесь обед длится 2 часа, с 2 до 4. Очень многие испанцы в это время успевают поехать домой, поспать сиесту и часик еще позаниматься спортом. Поэтому время обеда я никого не трогаю. Это первое. Нельзя. Второе, нельзя, кстати, нельзя есть паэлью на ужин, потому что паэлья достаточно тяжелое блюдо. Там рис, плюс либо мясо, либо морепродукты. Просто вечером вам будет очень тяжело, ребята. Поэтому паэлья это чистое блюдо, которое едет на обед. Паэлью на ужин кушают только туристы. Третье, нельзя. Нельзя без очереди лезть, например, на рынки, в супермаркетах. У них везде есть такие специальные талончики. Ты просто его достаешь, там есть табло, и там, например, номер 11. Ты видишь номер 11, все, то есть не надо там, ой, кто последний, кто еще. Ты спокойно подошел, взял свой талончик и культурно ждешь свою очередь. Также нельзя, например, оставлять коляски и велосипеды без присмотра, потому что все-таки их могут увезти. Поэтому велосипеды я всегда рекомендую привязывать или закрывать замоком специальным. И что еще нельзя в Испании? Нельзя вести себя грубо, нельзя не улыбаться, потому что, кстати, испанцы, они такие, почему, когда мой муж был в Украине, говорят, вы такие все угрюмые, серьезные, говорят, я знаю, потому что, наверное, у вас нет солнца, поэтому вы такие все серьезные. Поэтому, если вы хотите расположить к себе испанца, просто улыбайтесь, будьте вежливые, и это залог успеха. Плюсов у меня очень много в видео. Расскажи, пожалуйста, о минусах. 5 главных минусов в Испании. Аликанте, где ты живешь, может быть, Валенсии, Торревьехи, Бенедорма, Мадрида, Барселоны. Со стороны испанца первый минус, очень много приезжих. И они начинают от этого реально уставать. Минус испанцев 2, они медленны. Именно с точки зрения, им все хватает, и это наше окошко, которое мы можем... Ну, заехал в страну, да, и ты понимаешь, что тот же самый рынок недвижимости. Но есть здесь поле, где работать. Если бы испанцы были бы более прогрессивные, то все было бы занято испанскими классными мультинациональными какими-то компаниями. И ни один иностранец бы сюда не смог бы заехать и конкурировать вместе с ними. Это минус испанцев плюс наш. Говорят, что медицина здесь очень плохая, да? И что лекарства здесь на все одно назначение. Ибупрофен. То есть болит голова, ибупрофен. Болит живот, ибупрофен. Все это ибупрофен. Но при этом тебя не пичкают лекарствами. Соответственно, тебе дают на самом деле какое-то время на то, чтобы ты сам восстановился, сам выздоровел. Это минус, да, для тех людей, которые хотят быть залеченным. То есть ты хочешь, чтобы к тебе было огромное внимание, и тебе сразу же выписали кучу рецептов, и ты такой выздоровел. И есть такие люди, и вот мы к этому привыкли. Мы привыкли, например, в Украине пришел к врачу, тебе сразу такое полотно. Здесь лечим, здесь калечим. Да, да, да. Но то, что это полотно тебе наносит же вред, ты об этом почему-то не думаешь. И тебе кажется, что о тебе заботится этот врач-доктор. То есть приезжая сюда, например, ты приходишь к врачу, и тебе реально ставят диагноз. И говорят, ну, все пройдет или не пройдет. Ну, ты такой думаешь, как пройдет? И ты реально понимаешь, что через неделю все проходит. На примере моих двух детей, которые болели просто очень много в Украине, мы переехали сюда, был какой-то первый адаптационный период. И все те болезни, астма, аллергии, они все прошли без никаких каких-то дополнительных лекарств, лечений и так далее. Образование. Я считаю, что, наверное, они здесь слабенькие в образовании, но это тоже очень спорно. С одной стороны, они намного уступают нашим школьникам с точки зрения уровня знаний. Но их, именно в детском возрасте, но вот эти знания, которые идут поэтапно, когда тебя не грузят, не грузят, не грузят, потом бах, ты такой в старшей школе, тебя так перегрузили. Потом бах, ты переходишь в университет. И ты понимаешь, что здесь уже очень сложно учиться. И из 30, например, людей, которые идут на потоке в университет, заканчивает университет 5-6 человек. 25 потом просто не понимают, зачем они это делали. Они совершили какую-то ошибку, им тяжело. И ты не придешь, не решишь это какими-то деньгами заплатить, решить и выучиться. Поэтому, с одной стороны, образовательная система идет для нас, кажется, минус. Потому что мы всегда воспитываем чемпионов, мы всегда воспитываем лучших, мы всегда требуем, чтобы уровень математики был мега-профи, уровень языков был тоже соответствующий. Здесь этого нет. Поэтому это тоже, наверное, для наших родителей покажется как минусом. А я это воспринимаю, опять же, как плюс, потому что мой ребенок растет счастливый, беззаботный. Он пошел в школу, он пошел туда, 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 и он все время занят. Как тебе рынок, Андрей? Ну, я очень люблю Бакерию. Да. Или Ла Бакерия. Ла Бакерия. В Барселоне. Первый раз, когда мы приехали, я еще тогда употребил алкоголь. Мы с женой пришли, прогулялись, прочувствовал атмосферу. И там есть пару таких ресторанчиков, где все время стоит очередь, где жарят рыбу, подают устрицы, наливают белое и красное. И гристая. И Просека, и это вот место, где ты сразу можешь, о, мне здесь нравится. Прочувствовать испании на вкус. Поел, выпил чуть-чуть, посидел среди местных, среди туристов, посмотрел кто, что, куда, как. Если они, правда, не кричат, там, мне кажется, они еще такие более бурные. Но сейчас у нас с тобой обед, они скоро закрываются. Но как бы все равно место, рынок, это то место, где всегда можно прочувствовать атмосферу и погрузиться в город. Да, абсолютно верно. Ты все подметил. Рынок Валенсии на самом деле один из самых крупных рынков, в принципе, всей Европы. И номер один в Испании. Здесь рыночная площадь находилась еще со средних веков. И рынок, по которым мы гуляем сейчас, его постройка была окончена в 1928 году. Рынок построен в стиле модернизм. Площадь его 80 тысяч квадратных метров. Здесь 959 торговых точек. То есть ты можешь понять, насколько он огромный. И можно купить здесь абсолютно все, начиная от хамона, оливок, сыров. Даже здесь есть страусиные яйца. И есть интересные несколько здесь точек с разными рыбами. И даже здесь есть высушенная акула. Местные люди, испанцы, очень любят приходить на рынок, особенно в субботу утром. Неспешно выбрать продукты на АПЛ, на семейный обед. Все, кто приезжают, также сюда приходят купить продукты, например, чтобы кушать дома. Либо здесь есть ресторанчик, который находится возле рынка. На рынке ты можешь купить абсолютно любые рыбу, морепродукты, мясо. Пойти в этот ресторанчик, там тебе все это приготовят. Под испанские песни, которые исполняют местные музыканты. Ты сказал, что на Бакири, например, есть ресторанчик. И у нас здесь только один ресторан. Шеф-повар Рикард Камарена. Он очень крутой, потому что у него есть ресторан с двумя звездами Мишлен. И политика этого как раз шеф-повара в том, что он берет только местные продукты. Валенция – это регион, в котором производится очень много, выращивается овощей. У нас есть наша гордость – это валенцийский помидор. Он очень большой, такой мясистый. И технология его выращивания заключается в том, что само растение, они поливают очень-очень большим количеством воды. Поэтому он растет такой большой. О, это отдел морепродуктов. А, это отдел морепродуктов. То есть рынок делится на две части. Мы заходим на часть, где продается рыба-морепродукты. И сверху над этим зданием флюгер в виде рыбы-меча. Вот, и как раз продается здесь угорь. Обычно он ведет себя более активно. Он прям двигается такой. И то, что мне нравится на рынке, ты можешь купить рыбу, и они тебя почистят ее так, как ты скажешь. Уберут там хребет, например, сделают запекать, пожарить на филешку. То есть дома тебя чистить ничего не надо. Это делают как и на рынке, так и в супермаркетах. На еду, например, у испанцев примерно уходит, там у меня лично в месяц уходит около 500-600 евро. Ну, в зависимости, там, я кушаю больше в ресторане, в кафе. Расход на еду, скажем так, это часть расхода у испанцев очень большая, потому что то, что меня тоже поразило при переезде, они постоянно говорят про еду. Они пообедали, они уже думают, что они будут кушать на ужин. Открылся какой-то новый ресторан, надо пойти в новый ресторан. Я испанец. Рыба, которая продается здесь, на самом деле, ее покупают в секретной точке. Когда моряки приходят с моря, они выплывают утром на рыбалку в 5 утра, приплывают в 5 вечера. И с 4 до полшестого можно приехать на эту рыбную биржу, купить там рыбу по очень хорошим ценам. В порту продавали сигалос по 15 евро. Здесь они строят где-то 45, 50, 60, в зависимости от размера. То есть цена в порту, где продают рыбаки, в 2-3 раза меньше, чем то, что продают на рынке. И, например, можно обратить внимание, что вот здесь такие, видишь, таблички? Servicio a domicilio. Еда, которая продается здесь, и все продукты можно заказать на сайте Mercado Central, и тебе доставят ее абсолютно в любой город Европы. Мне, как туристу, такое ощущение, что где бы я ни шел, мне хочется каждый дом здесь, в центре города, фотографировать. Это даже не в центре города. Мы с тобой ездили в простой спальный район, и там тоже все дома. А, балкончик, а, окошко, а, дядечка стоит, кофе пьет, курит и еще что-то делает. А помнишь, ты, кстати, заметил, что керамикой были сделаны даже балкончики внизу, была плитка? Да, да, да. Потому что керамику завезли сюда, в Валенсию, арабы. И вообще Валенсию, давай, наверное, знаю, с чего основалась Валенсия. В Валенсию основали римляне в 138 году до нашей эры. Приехали римляне, построили здесь свои каналы, начали обустраивать город. Потом прибежали весь год и разрушили, немного разрушили город. Но про них там мало чего известно. Потом в 718 году пришли арабы, и арабы как раз в Валенсию привезли рис, шелк и керамику. И то, что у нас начинается на бу, на слова, которые начинаются с аль, это значит, что они арабского происхождения. Поэтому, например, у нас есть озеро Альбуфера, также слово, которое начинается, например, подружка Альмуада, Альборнос, это халат, все привезли арабы. Аликанте, Альтеа тоже? Да, это все города, которые начинаются на Альбе, которые построили арабы. И дворец, который огромный находится в Гранаде, Алямбра, это последняя постройка, которую сделали арабы. Испанцы обожают праздники. Праздников очень много на протяжении года происходит в королевстве. Один из самых важных праздников, это, конечно же, Рождество, когда собирается вся семья. И если, например, даже испанцы уехали куда-то там жить далеко за границу, в Америку, в Латинскую Америку, неважно, сколько далеко, на Рождество они все обязательно приезжают к родителям, чтобы собраться с семейным столом и отметить этот праздник. Поэтому фиеста, да, испанцы обожают. Главное, нарядиться и дайте им праздник погулять, чтобы это было шумно, с музыкой, весело, классно. И Валенсия город, где очень много оркестров. У нас очень любят погромче, чтобы все происходило. Кстати, те, кто играют музыканты в оркестре, они зарабатывают 40 евро в час. Во время праздника Faias, который входит на все дни ЮНЕСКО в Валенсии, они зарабатывают достаточно большие деньги, потому что играют они около 10 часов в день. То есть, если 40 евро ты получаешь за час, играешь 10 часов, 400 евро в день, можно заработать музыкантом. Этому празднику больше 200 лет. Первые упоминания о нем еще в конце 18 века можно найти. Он входит на саде ЮНЕСКО. Это как бы такая испанская масленица. Когда они строят эти большие фигуры, высота может доходить их до 15 метров, берет свое начало, когда плотники, которые заканчивали зимой работать, весной они выметали все свои опилки, горят все, что осталось в их мастерских, и просто сжигали на улице. У них еще была такая лампа, которая называлась попугай. Это была деревянная лампа, и она была похожа на попугая. Кто-то из соседей нарядил его там, поставил шляпу, потом бусы, потом второй решил, я сделаю еще что-то. И так вот они начали строить эти большие фигуры, они называются Ниноц. Потом их начали раскрашивать. И сейчас это целая профессия артиста Валенсиана, художники специально их раскрашивают баллончиками, красками, делать эти фигуры из дерева, из пластика. Очень потом красочно это все сжигается. И во время поведения ФАЭС, он длится 3 недели, с 1 по 20 марта, в Валенсию приезжает около 2 миллионов туристов. В этом году просто был рекорд, и туристов было около 2,5 миллионов. Традиционный напиток Аква де Валенсия, сделан на основе апельсинового фреша, кавы, это испанская наша просека, немножко джина, немножко водочки, лед. Это все взбивается и подается в красивых креманочках. Есть несколько мест, где его можно выпить, в центре города. Есть кафе Мадрид, есть кафе Дала Сорос. Напиток был придуман в 1959 году. Как он был придуман, тоже интересная история, потому что были работники из города Бильбао, которые после вечера заходили в барчик и любили выпить бокальчик кавы. Так как они эту каву просто пили бутылками, они это называли Аква де Бильбао, то есть они пили каву как воду. Они уже так устали пить эту каву, что они думают, говорят барменцу, слушай, придумаем какой-то новый напиток. Он говорит, минуточку, сейчас сделаю. И так как мы находимся в Валенсии, это регион апельсиновый, он добавил, что у него было под рукой. Он взял апельсиновый фреш, чтобы их покрепче вставил, добавил туда водочки, джина, ту же каву, которую они любили. И получился такой более сладкий, легкий напиток. Ты выпиваешь пару бокалов, больше трех я не рекомендую, потому что ты просто потом не встанешь. Она заходит хорошо, освежает, но встать потом тяжеловато. Есть второй напиток, который называется Орчата. Он делается из подземного ореха, который называется Чуфа. Он растет под землей. По вкусу немножко похож на миндаль. Этот орех замачивают в воде, настаивают, потом перемалывают, отцеживают, забирают просто воду, добавляют сахар, немножко корицы. Испанцы пьют, это традиционный именно валенсийский напиток, они его пьют летом, как мы любим пить квас, так они пьют эту Орчату. Она прохладная, вкусная и, кстати, очень сытная. Буквально один стаканчик Орчат, и ты уже перекусил. Также помимо того, что прогуляться по улице, можно сесть в любой кафешке, выпить, поесть, посмотреть, как ходят и зайти на ужинку, да? Есть хороший барчик, который называется La Pilareta. И сейчас там сезон Клочина-Валенсиана. Это маленькие мидии, потому что мидии называются на испанском мехионес. Они более крупные и оранжевого цвета. И они пахнут, я не очень люблю вкус мидии, потому что они не очень, скажем так, аппетитные. А Клочина-Валенсиана, она более маленькая, даже она по цвету отличается, она белая. И они делают очень мало специй, немножко соли, немножко перца, бульончик. И этому бару 106 лет. Про него писали несколько местных газет. Там еще наливают классный вермут, тоже местный, можно выпить. И там есть каракеты с мидиями. Также там есть тостада кон томате. Это хлеб с помидорчиком. Сверху можно заказать либо какую-то сосиску, сыр, все, что угодно. Приятные испанцы обслужат. И там работает наша девочка из Украины тоже. Это город науки и искусств. Совершенно верно. Это визитная карточка Валенсии. Мне реально здесь нравится, потому что это необычная постройка. Это красиво, много туристов, но, по крайней мере, здесь классно погулять, пройтись и посмотреть, потому что, мне кажется, такую структуру нигде не найдешь. А это Маша из Киева. Девушка переехала жить в Барселону к своему молодому человеку 4 года назад. Отношения закончились, а вот большая любовь к Испании осталась. И вот уже 2 года как Маша живет и работает в Валенсии. Она помогает клиентам с юридическими вопросами. Ты жила в Барселоне какое-то время, 2 года живешь в Валенсии. Сравни, пожалуйста, 2 города. Какие плюсы у одного города, какие у другого и какие есть минусы? Барселона большой город. Мне после Киева там было комфортно. То есть он масштабный. Там есть развлечения, рестораны, досуг, культурная часть. Тоже есть море, горы. И это как бы очень классно. Валенсия, она меньше и компактнее. Но когда ты начинаешь жить именно в Валенсии, ты понимаешь, что... Слушай, она реально удобная, потому что она зеленая. Вот мы сейчас с тобой идем. Это парк Турия. Такого парка нет ни в одном городе Испании. Он протяженностью 10 километров. Раньше здесь было заброшенное русло реки. И мне рассказывали местные люди, которые здесь прожили давно и всю жизнь. Раньше это была река. Потом они ее сушили. Очень много времени здесь абсолютно ничего не было. Лет 30 назад, наверное. И потом появился этот парк, где ты можешь гулять, спорт, велосипеды. На самом деле очень прикольно. И она из-за этого очень милая. Я живу тоже рядом с Турией, поэтому здесь провожу свой досуг. И мне очень комфортно. Компактная, уютная для жизни. Барселона в последнее время очень небезопасный город. То есть помимо привычных историй карманников на Рамбла, сейчас просто это превратилось. И рассказываю у нее из каких-то источников. У меня у подружки сорвал сумку велосипедист. Разбьют окна в машинах. И последние годы это есть. И дает тебе некий дискомфорт. Валенсия считается безопасным городом. Опять-таки, говоря откровенно, здесь карманники. Но ты везде должен быть аккуратно. В любом городе, где ты находишься, в туристической части. Но в плане безопасности, да, в Валенсии покомфортнее. То есть я себя чувствую здесь более комфортно. Я когда приехала в Барселону, потому что я прилетала. И в сравнении с Киевом, боже, классная погода. И когда мне говорили, зимой 15 градусов, я дико мерзну, я в зимнем пуховике. Я говорю, слушай, в Киеве минус 5, и мы не мерзнем. Что это такое? Но когда ты начинаешь жить, в Барселоне повышена влажность. И Барселона как бы считается в понятии Испании. То есть это северный город. В Барселоне из-за влажности холодно. И ты в действительности зимой одеваешь теплую куртку. То есть это кашемировый свитер. И зимой достаточно не очень комфортно. И больше дождей. Валенсия, то есть это 3 часа езды на поезде. Но здесь по суше климат и теплее. То есть здесь, например, я ни разу не одевала зимнюю куртку. И Валенсия покомфортнее с климатом. Да, все задают вопрос. А, жарко. Жарко июль-август. Это те месяцы, когда, да, действительно здесь на солнце 40. И желательно куда-то переместиться на север. Например, тоже обожаю. Часто провожу там время. Поэтому в плане климата мне в Валенсии комфортнее. Здесь нет такой влажности. И ты себя чувствуешь лучше зимой. Валенсия, она дешевле и в разы Барселоны. То есть если мы говорим про рестораны, да, то если в Валенсии, ты можешь в хорошем ресторане покушать на 30 евро с человека, да. То есть это там с вином, вот. Есть хороший кусок мяса или поесть морепродуктов. Вот. То Барселона это от 50. И так, наверное, все. Сфера услуг тоже абсолютно там в 2 раза выше. Съем жилья, я когда сюда переезжала, да, то если, например, квартира в Валенсии на то время стоила 800 евро, то в Барселоне 800 евро стоит снять комнату. И это как бы, ну, я смотрела районы Грасия, как бы где-то, чтобы быть в центре. Поэтому цены ровно в 2 раза выше в Барселоне, нежели в Валенсии. Минимальная зарплата в Испании это 1200 сейчас евро плюс-минус. То есть минус налоги. То есть они получают на руки в районе 1000 евро. Как же они живут, если на рублей? То есть если ты один, ты не выживешь на 1000 евро. Скажу откровенно, потому что поэтому здесь как бы живут вдвоем. Либо уходят, например, на съем квартиры, но снимают по комнатно, да, и этим экономят бюджет. И остальное как бы тратят на продукты. Поэтому одному на 1000 евро прожить невозможно даже в Валенсии. И скажу, когда искала работу в Барселоне, зарплата идентичная. То есть если ты работаешь помощником адвоката, твоя заработная плата 1700-1800 до вычета налогов. То есть чистыми ты получаешь на руки 1300-1500 евро. Соответственно, ты снимаешь квартиру 800 евро 1000, и на поесть у тебя денег не остается. Ты знаешь, что в Аргентине, если ты положил свой матрас на улице? Да. То никто не имеет права тебя оттуда выгнать. Ты просто пришел, бросил матрас либо плед, это твое место, и тебя никто по закону не имеет права выгнать. Здесь тоже так? Это первый бездомный, который я вижу. Очень мало бездомных здесь. Есть вопрошайки, мне вот браслет подарили. Парни из Африки. Условно подарили, да. Дарю, 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 а потом денег-то дай за это. Но бездомных очень мало. Здесь можно прийти так жить, их не выгоняют? Можно прийти так жить, их не выгоняют. В Валенсии на самом деле, я бы сказал, что их не так много. Если сравнить с Барселоной, то бездомных на самом деле не так уж много. У них, правда, есть вот такие свои точки, скажем уже, которые за ними закреплены. И полиция, если ты их будь на себя не ведешь, их абсолютно никак не трогают. Они просят милостяне. Причем есть люди, и цыгане, и коллеги, которые возле собора просят милостяне на протяжении всех 7 лет, что я здесь живу. Испанцы много пьют? Испанцы пьют, я бы не сказала, что много, я бы сказала больше, что часто. То есть у них в культуре, например, в Испании есть 5 приемов пищи. Утром это просто чашечка кофе, первый завтрак. Второй завтрак, который называется Альмуэрзе, он с 10 до 12, уже такое комбо-предложение, куда входит бокадильо, это сэндвич с белого хлеба, и внутри там может быть абсолютно любая начинка. Это может быть хамон, тунец, тунец с помидорами, омлет с картошкой. Это белая булка с чем угодно внутри. И к этой булке тебе уже предлагают либо бокальчик пива, либо бокальчик вина, либо кока-колу, либо кофе. Испанцы, конечно же, выбирают либо пиво, либо вино. То есть это перерыв, который они выходят с офиса обычно, или там даже если у нас, помню, когда был ремонт, работники такие, мы пошли делать Альмуэрсу на обе. Хорошо, на второй завтрак. И они могут, на час они вышли, немножко прибухнули и пошли дальше вращаться не работать. Потом обед строго по расписанию в 2 часа дня. На обед испанцы выпивают обычно около 2-3 иногда бокалов вина. Каждый день? Большая масса, ну не большая масса, но очень много людей. Минимум бокальчик, это минимум. Кто-то выпивает 2, кто-то 3. После, так как обед у них из 2-4, у кого-то из 2 до 5 в принципе, есть время выпить, поспать и потом продолжать работу с 5 до 8. Как появилась на самом деле сиеста, послеобеденный сон. Потому что, когда раньше испанцы работали в поле, было очень жарко и работать под пылящим солнцем было, конечно же, невыносимо. Поэтому они шли, обедали. И они брали с собой еще в поле такую специальную... Пляжечку. Пляжечку, да, с вином. Прибухнули, она не была разведана, кстати, водой. Прибухнули этого винишка с водой, легли по дереву в тюрьмечек, поспали сиесту и с 5 до 8 вечера продолжали работать. Поэтому такой поздний ужин в 8.30, потому что пока не закончили работать в 8, вернулись домой в 8.30. Летом ужин в Испании вообще около 10 вечера. И на ужин это тоже может быть там а-ля бокал вина, какая-то нарезка сырная, хамон, что-то такого плана. Но ты знаешь, что я никогда не видела, чтобы испанцы напивались и вели себя агрессивно. То есть у них из-за того, что они прибухают чуть-чуть, но постоянно, поэтому это такой, знаешь, тихий бытовой алкоголизм. Поэтому они ведут себя достаточно спокойно в этом плане. Здесь нелеголайз, но при этом травку курят много где. Все остальное не знаю, но слышал, что по 60 евро за вроде как хороший. Вот. При этом есть какие-то заведения, куда можно официально прийти в кафе-баре и там просто покурить. Типа кофешопы. Это так? Да, все верно ты сказал. В Валенсии есть кофешопы, где ты можешь прийти, покурить свой косячок, но как бы ты должен курить его только на территории кофешопа внутри, и ты, в принципе, не можешь ничего выносить наружу. Но некоторые люди, конечно, пришли и там покурили, и еще взяли с собой домой. Так как очень много беженцев из Марокко, они продают марокканский шоколад, цен я точно не знаю. Марокканский гашиш здесь тоже есть. Поэтому все в доступе, все есть. Если не курить вот так, конечно, полицейскому в лицо, никто тебя штрафовать не будет. При том, что курить здесь могут даже люди, даже интеллигентные люди. У меня есть отец моего испанского друга. Очень спокойный, интеллигентный человек, но при этом работает на хорошей должности. При этом не зазорно ему один косячок в день. Вот после обеда он только взял половинку, скурил, пошел поспал часик в свою сиесту, потом проснулся в 5 вечера и продолжил как бы дальше день. Как развлекаются испанцы? О, это очень интересная тема, как развлекаются испанцы. Потому что пока была диктатура Франко с 1939 по 1975 год, Испания такая была в домике, все было очень жестко. Развлекались они здесь особо, ну, как и в Советском Союзе, скажем так, у них секса не было. Потом, когда Франко умер, чем славится Валенсия? В 1980 году здесь была Рута дель Бакалао. Это был райончик, который находится немножко за Валенсией. И там была просто дорога, где было очень много дискотек. И валенсийцы начинали тусить с четверга просто по понедельник. Было очень много наркотиков, они употребляли все. Поэтому Валенсия такая немножко слава города, где употребляют на самом деле много наркотиков. И у меня есть интересная история про женщину, у которой был свой бар. Так она, чтобы посетителям было веселее, подмешивала им в напитки мискалин. Точно? Да, да, да. Где-то я эту историю уже слышала про эту женщину. А посетители знали, что она им подмешивает, мискалин или нет? Они не знали, но я думаю, они были не против. Потому что им было весело, хорошо. И с того времени, получается, на Ибице, например, в хиппи были 70-х годах. Но хиппи были очень спокойно, и курили травку. А в Валенсии уже было такое пати, то есть дискотека, вся эта музыка. И в это время прославился такой валенсийский есть певец Чимубайо. Он очень известный своей песней. У-а! А знаешь, как она поется? Экстази, экстанон, эста, мэгустамэ, лако, моё. Суперводится, это мне нравится, это нет. Эту я съем, мне будет хорошо. Он до сих пор жив, начал производить даже свое вино. И эта песня играет в одном известном фильме, называется Хамон-Хамон, где Пенелопа Круз, познакомилась со своим мужем Хавиэр Бардемом. И там есть очень пикантная сцена, как они занимаются любовью. Играет эта песня, поэтому фильм такой, он называется на русском «Вечина, ветчина». Рекомендую посмотреть. Мы в Венедорме. Как называется этот пляж? Этот пляж, пляж Паньенте, Плайя Паньенте. Один из двух самых больших пляжей в Венедорме. В Венедорме делится, в принципе, на два пляжа. Вот этот пляж Паньенте и следующий пляж, пляж Леванте. Если бы я хотел здесь жить на первой линии, еще продаются квартиры или нет? Да, еще продаются квартиры на первой линии. В основном здесь везде это старый фонд. Но сейчас строится очень классный комплекс. Буквально, наверное, полтора километра на первой линии. Это будет ультрасовременный дом. Называется Гранд Дельфин. 44 этажа. Первая линия. Дом будет с инфраструктурой. Тренажерный зал, бассейн, зона спа, консьерж, охрана. Очень, очень все круто. Правда, там уже очень много квартир продано. Но и не такие низкие цены. Там квартира стоит от 580 тысяч евро. И это квартира с одной спальной комнатой. 580 тысяч евро. Это для олигархов, что ли? А двушки от 693 тысячи, по-моему, евро. Там очень много покупают поляки, бельгийцы и испанцы в том числе. Как город для жизни? Он комфортный или нет? Потому что все-таки по ощущению это больше туристический город. Это туристический город. Город, который принимает более 3 миллионов туристов в год. По-моему, это третий город в Испании по количеству проданных ночей в отелях. После Мадрида и Барселоны, если я не ошибаюсь. И жить, я не знаю, кто-то скажет, что жить в таком городе некомфортно. Потому что есть много туристов. Здесь очень много молодежи британской приезжает, которые любят потусить, погулять. И они в основном сосредоточены как раз на другом пляже. Пляж Леван. Бухают, устраивают тут мальчишники, вечеринки и так далее. Мы много раз наблюдали разные истории с этими туристами. Но есть люди, которые любят здесь жить, которые считают, что это классный город, крутой город. В нем хорошая инфраструктура. Здесь достаточно хорошо жить также молодежи, потому что есть много развлечений. Есть клубы. Здесь есть прекрасный парк терамитика для детей, парк аттракционов. Есть зоопарк, есть парк водных аттракционов. Так что инфраструктура здесь, конечно, прекрасная. Вернемся к нашей семье. Есть я, жена, двое детей. Мы переехали в Таревьеху. Да. Снимаем трехкомнатную квартиру. Да. Ходим в школу, питаемся, иногда выходим в ресторан. Какая нужна будет минимальная сумма нам? И какая сумма нужна будет для того, чтобы ходить в хорошую школу, чаще ходить в ресторан и жить, комфортно, ни в чем себе, по сути, не отказывая, но не шикуя? Минимально комфортная сумма, чтобы закрыть прожиточный минимум для семьи из четырех человек, нужно 2000 евро. Можно посчитать, почему. Аренда плюс-минус 600 евро в месяц. Коммунальные платежи 150 евро в месяц. Продуктовая корзина на месяц 600 евро. Итого мы уже имеем 1350. Машина, включая бензин, 200 евро в месяц. Страховка на семью из четырех человек, наверное, 200 евро. И минимальная пара походов в ресторан еще хотя бы 200-300 евро. Вот мы приближаемся к 2000 евро. Понятно, чем больше денег, тем лучше. Но есть люди, которые живут еще и с меньшим достатком. Живут на 1500-1700. Но это будет очень скромно. Для минимально комфортной жизни, наверное, я бы сказал, от 2 до 3 тысяч евро. И это при учете, что дети ходят в обычную государственную школу. Давай тогда поймем, как можно зарабатывать эти деньги. Окей, у кого-то есть где-то бизнес, у кого-то есть подушка. Кто-то работает онлайн. Кто-то смог обучился и работает на кого-то удаленно. Что я рекомендую всем обязательно делать, думать, если вы куда-то уезжаете. И у вас нет подушки. Или у вас нет какой-то онлайн-профессии, которая вам позволит хотя бы 1000-2 зарабатывать. Просто сидя дома и работая веб-дизайнером, программистом, интернет-маркетологом. Вести социальные сети, монтировать видео. То вы просто потеряетесь в стране и не так быстро сможете устроиться. Но те, кто потерялся, где они смогут устроиться, как они смогут устроиться. И как они смогут и сколько зарабатывать? Подушка – это все хорошо. Но подушка, она обычно имеет свойство расходоваться. Так что помимо подушки нужно иметь какой-то ежемесячный доход, который позволит комфортно тебе жить. В случае, если у тебя есть удаленный доход, это очень хорошо. Или какой-то бизнес. А если нет, придется искать работу в Испании. Но нужно понимать, что уровень зарплат в Испании, он не такой высокий, как многие хотели бы. Как в Украине даже, честно говоря. Смотря как сравнивают. Например, минимальная зарплата в Испании – это 1100 евро в месяц всего. Это до налогов или после? Нет, это после налогов. Это чистыми. Если быть точным – 1080 евро в месяц чистыми после уплаты всех отчислений. То есть это то, что работодатель обязан платить за полный рабочий день. А как найти работу здесь? Ты можешь пойти, что тебе нужно? Смотри, приехали украинцы, они хотят пойти работать таксистом, барменом, массажистом, доктором. Как они могут устроиться, что им для этого надо и сколько они могут зарабатывать? Им нужно, чтобы у них были документы с правом на работу. Сегодня украинцы получают на основании временной защиты. Их карточка позволяет им сразу начинать работать. Если мы говорим про работу доктором, необходимо выучить испанский язык и амалогировать свой диплом. Минимально на этот процесс у вас уйдет от 1,5 до 2 лет. Потому что быстрее выучить язык до нужного уровня практически нереально. Хотя бы 1,5-2 года амалогация диплома у вас займет, наверное, от 6 до 12 месяцев. То есть, в принципе, если поставить себе задачу за 1,5-2 года, реально амалогировать диплом и пытаться потом уже найти работу. Другие профессии, не связанные с медициной, гораздо проще. Нужно искать работу в разных группах, в соцсетях обычно публикуют. Сейчас очень много бизнесов открывают украинцы, которые нанимают работников. Мы вот подъехали в Нормалевск, открыли бизнес. Ребята с Украины, с Кмельницкого, Андрей Демьян. Это первая франшиза известного бренда в Украине Галя Балумана. В Инстаграме ты снял какое-то видео, короткое украинцы открыли какую-то то ли кафешку, то ли столовую. Совсем недавно. И даже с помощью, я так понял, моего знакомого Романа масштабировали этот бизнес. Сразу продали под 100 франшиз. Да, компания Романа как раз продает франшизы. Это известный украинский бренд Галя Балумана. Производство полуфабрикадов и розничная точка. Открыли ребята из Кмельницкого в Таревехе, буквально совсем недавно. И у них работает 16 женщин с Украины, которые лепят пельмени, вареники, блинчики и тому подобное. Что нужно сделать для того, чтобы украинцу открыть бизнес в Испании? Здесь все легко. Нужно зарегистрировать предприятие, либо компанию SL, то есть общество с ограниченной ответственностью, либо стать ИПшником. В Испании это называется автонома. И все. Ты, в принципе, можешь начинать вести деятельность. Когда ты обладаешь карточкой с правом на работу, ты можешь совершенно легально, свободно вести бизнес на территории Испании. По поводу стоимости жизни. Ключевой это аренда. Аренда хорошей квартиры, она будет стоить около 1000 евро. Что это будет в Аликанте, что это будет в Валенсии. То есть единственное, что ты можешь варьировать, там 1500, наверное, вот такую вот я бы вилку взял. Если мы рассмотрим бюджетные варианты, то это тогда 500 евро. Но опять же, мы рассмотрим вариант переезда комфортного, хорошего и такого, когда тебе хорошо. То есть мы не рассматриваем, когда ты экономишь на каждом евро, на каждом шаге. Хотя я так жил с самого начала, когда в Сантандере я просто засчитал каждую копеечку. Что я трачу, где я трачу. Магазин Aldi, там дешевле мяса. Магазин Mercadona дешевле лучше рыба. То есть у меня был такой подсчет. И минимально, что мы жили с семьей, наверное, это будет максимально интересно. Минимально, что мы жили с семьей, было 1400 евро в месяц. Это четверо, это четверо. Это четверо, это с арендой. И это со всеми расходами, которые могли быть для проживания. Меньше 1400 евро я не представляю, как можно жить в Испании. Сейчас где-то уровень жизни должен быть около 1800-2000 евро. Это минимально? Это минимально. Это на четверых? Это на четверых. И это я туда включаю, например, те же самые страховки машины, бензин и так далее. Но все скромно, все по минимуму. 2000 евро. 4000 евро, это бюджет семьи на 4 человека, будет очень комфортный. И это стоимость жизни в Испании. Но это в Аликанте. А если мы говорим про Валенсию, например? Я думаю, что мы должны заложить коэффициент 1.2. То есть где-то 5000 будет стоить в Валенсии. Я привезла тебя в молодежный район, который называется Русафа. Потому что здесь живут в основном молодежь. 20-35, от 20 до 35 до 40 лет. Его очень любят они, потому что здесь много классных барчиков, ресторанчиков, кафешек. Хорошие цены на еду. Есть классные комплексные обеды. Комплексные обеды могут стоить здесь от 10 до 15, максимум 20 евро. Комплексный обед в Испании. Это обычно первое блюдо, закуска, основное блюдо, десерт и, как у нас говорится, компот. Ну, что-то выпить, да? Также здесь проходят, например, мастер-классы в кафешках или старинных библиотеках. Можно рисовать картины маслом, акрилом, за бокальчиком вина, обсуждать что-то. Проходят небольшие концерты тоже в барчиках. Этот район очень сильно отличается от других. Здесь собирается много молодежи и сконцентрировано огромное количество достойных заведений. Прогуливаясь по улицам Валенсии, к нам с Леной постоянно приставали местные жители. Заводили беседу, спрашивали о том, о сем и рассказывали, конечно же, о себе. Им, наверное, хотелось просто с нами поболтать и познакомиться. Вот сейчас покажу вам типичную компанию, с которой мы познакомились. Все в этой компании за столом дружат между собой и вместе работают в маркетинговой компании. Вот Андреа, валенсианка. Приходит с друзьями в этот бар после работы вывезти по стаканчику вермута, пива, вина и, конечно же, поужинать. Говорит, что на испанском есть отдельное слово для этого. Тардео. И рекомендует мне несколько баров в районе, где можно потанцевать. Флэш и Пикадилли. Скажу честно, еще не заглядывал. Так вот, с понедельника по пятницу их компания, молодых и веселых, только работает и пьет воду. А вот в пятницу вечером они выходят наслаждаться испанской фиестой. И когда она закончится, они сами не знают. Возможно, этой ночью, а возможно, и в понедельник утром. На мой вопрос, о чем обычно общаются при встрече, отвечает, что чаще всего говорят о работе, маркетинге, политике, дружбе, мероприятиях, что проходит в городе и, конечно же, искусственном интеллекте. 5 плюсов валенсии от этой компашки. Солнце. Второй завтрак Аль Моэрцо. Приветливые люди. Пляж. И исторический центр. 5 минусов в Валенсии. Первый – это публичный транспорт, который можно улучшить, чтобы автобусы и метро ходили чаще. И наркотики. Больше минусов ребята не назвали. Я поинтересовался, что для вас значит счастье? И они мне ответили. Долго думали, конечно, и дали такие варианты. Я счастлив, когда у меня все хорошо на работе, и я провожу время с друзьями и моими коллегами. А я счастлив, когда я пропускаю бокальчик пива с друзьями на террасе. А я счастлива встретиться после работы с друзьями и весело провести вечер. Я счастлива, когда я вижу свою семью и друзей. В общем, все здесь счастливы. Вы сказали, что для комфортной жизни в Валенсии с арендой жилья им нужно от 2000 евро и выше. Этим ребятам для жизни нужно минимум 2000 евро здесь. Сколько денег нужно тебе? Мне просто, чтобы минимально комфортно жить, надо 4000 евро. Сколько? Ну, это, чтобы квартиру оплатить, транспорт, такси, продукты. Спасибо, до свидания. Я с мажорками больше не снимаю. Ладно, 4000 евро. Ну, маникюр, педикюр, расходы, обучение еще, которое я плачиваю. Ладно, это город очень дорогой, я понял. Что входит в эти 4000 евро? В эти 4000 евро входит аренда квартиры. 800 евро в центре города уже с коммунальными услугами. А расходы на еду у меня где-то 500-600. Ну, там, как бы могут варьироваться, да? Транспорт, я пользуюсь такси, пользуюсь метро. Также я примерно раз или два в месяц могу куда-то полететь, поехать в соседнюю, в Барселону, в Мадрид, полететь на Майорку. То есть, каждый месяц я куда-то еще путешествую, поэтому сюда входит и путешествие. Плюс я прохожу постоянное обучение. Маникюр, педикюр, покраска, косметолог. Ну, это такие базовые у меня расходы. Также, наверное, входит в твои расходы медицинская страховка. Да, она стоит 61 евро. Сейчас она покрывает полностью все. То есть у меня входит, в принципе, и стоматолог, и если когда операцию нужно сделать, походы к гинекологу. Также, например, в стоимость страховки входят и роды. Страховки... За 61 евро в месяц? Да, ты можешь родить спокойно. Это будет частная или государственная клиника? Это будет частная клиника. Я могу рассказать пример моей очень близкой подружки, потому что я прошла с ней здесь путь от двух полосок на тесте до предродового зала. Причем у нее была частная страховка. Так она плохо говорила на испанском. Я ходила с ней к нашему гинекологу. Потом она все-таки решила рожать у женщины-армянки. Армянка ей говорит, роды будут стоить полторы тысячи евро. Я говорю, она говорит, ну я пойду, мне бы так увереннее и лучше рожать, если я могу объясниться. Потом за месяц до родов она говорит, ты знаешь, что такие три тысячи евро. Я говорю, какие три тысячи евро за роды? Я говорю, у тебя в страховку входят роды с классным нашим доктором. Зачем платить армянке три тысячи евро, если ты можешь на эти деньги потом купить памперсы там и так дальше, все остальное, да? В итоге она пошла просто к другому доктору и рожала у него. Эта страховка покрывает полностью роды. Но, конечно, тебе надо иметь страховку до того, как ты забеременеешь. Такой небольшой нюанс. Есть также частная государственная страховка. Она безоплатная. Ее могут получить люди, которые здесь работают официально и платят налоги. Если ты приезжаешь, например, как студент, учиться в Испанию, ты получаешь студенческую визу. И чтобы открыть счет банки, как многие банки поступают, они сотрудничают с страховыми компаниями. И чтобы открыть счет в банке, они предлагают тебе взять годовую страховку. Годовая страховка стоит 600 евро. Если раздеть на 12 месяцев, это 50 евро в месяц, да. 50 евро в месяц. У тебя были какие-то случаи медицинские, когда ты обращалась в больницу, ходила, что-то делала? Да, у меня была жуткая аллергия с отеком к венке. И я первый раз очень испугалась. Как раз я была на концерте в Бенедорме. Я просто сижу, у меня начинает опухать лицо. Я не знаю, что делать. Хорошо был наш друг. Он сразу меня повез в больницу. Я понимала, что это отек. Они укололи мне сразу антигистаминные внутривенно. Ты просто приезжаешь, показываешь карточку, показываешь свою ID, и тебя отвозят в палату, начинают делать уколы, все хорошо. Они, в принципе, работают очень быстро. Медицина в Испании, я могу сказать так, они любят, если какие-то нетяжелые, скажем так, случаи, то есть они сначала наблюдают. Они никак у нас там срочно резать, что-то ампутировать, заменять суставы. У меня была такая ситуация, когда она была просто убрать ноготь на ноге. Я говорю, да уберите просто ноготь, вырвите его, вырастет новый. Они такие, нет, 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 зачем так по-варварски относиться? Не надо, пускай подождет, отрастет. То есть они не любят сильно вмешиваться. У моего свекра был рак, его оперировали в больнице, в частной, по частной страховке. Он просто заплатил врачу потом как благодарность. Я знаю, что этот врач потом помогает детям где-то в Африке. То есть как взяток таких, скажем, в медицине, заплатить там а-ля испанскому врачу на руку, чтобы классно тебе прооперировали, такого нет. Ты можешь потом просто как благодарность ему дать эти деньги. Но это не то, что ты заранее договариваешься, я вот вам заплачу там 5-10 тысяч, и вы мне классно прооперируете. Они изначально хорошо относятся к своей работе. А вообще коррупция на каком-то бытовом уровне присутствует или нет? Тут присутствует больше не коррупция, а связи. То есть если у тебя там есть брат, сват и так дальше, это очень хорошо действует в Испании, да. Испанцы, кстати, они очень боятся крупных купюр, поэтому 500 евро купюру они называют Усан Бен Ладен, потому что его никто не видел. И когда ты видишь купюру в 500 евро, они такие, ооо, 500 евро. И их очень тяжело поменять, особенно когда приезжают наши туристы, максимум, где они могут их поменять, идти в большой шопинг-центр что-то купить. Поэтому был такой прикол, когда испанский политик, его схватили на взятки, открыли его сейф в кабинете, и у него были просто чемоданы с мелкими купюрами по 5, 10, 20 евро. Поэтому взятки он брал мелкими купюрами, чтобы, скажем так, не спалиться нигде. Вопрос первый. Это легализация на сегодняшний день. ВНЖ, ПМЖ, паспорт, нюансы разные. И второй вопрос. Чем могут столкнуться люди с теми же украинцами здесь, которая помогала, решала и так далее. Либо с другими нюансами, о которых нужно узнать сегодня, заранее, на берегу, до переезда сюда. Возьмем украинский кейс. И это, наверное, сегодня максимально актуально, потому что многие получили защиту в разных странах, и в том числе в Испании. Это без проблем. Это бесплатно. То есть самое главное, что человек должен понимать, что он не должен платить за это никому. Он просто должен прийти в определенные центры, где много наших переводчиков, которые тут же ему помогают оформить документы. И мы, когда началась война, как раз этим в том числе помогали, рассказывали, информировали. И человек не должен за это вообще платить деньги. Он должен идти, получить свои документы и легализироваться. Окей, я получил карточку, резиденцию. Что он мне дает? Какие минусы? Какие плюсы? С одной стороны, плюс. Я могу находиться в Испании абсолютно свободно. С другой стороны, очень важно, это налоговая резиденция, в которой каждый из обладателей такой карточки должен для себя принять, что он будет делать потом. И пока первый период, он такой промежуточный. Я могу быть и в Украине, могу быть в Испании. И в Польше. И в Польше. И там, и там, и там. Но начнется период реновации этих карточек. Они двухгодичные. Это март следующего года. И мы пока не понимаем, какие требования внесут. Но одним из важных, я думаю и уверен в этом, Испания потребует налоговое резиденцию этих людей. Налоговая резиденция влечет собой очень серьезные последствия финансовые, которые в зависимости, конечно, от семьи, у кого как бы нет ничего в Украине, бояться не надо. Получаешь карточку здесь, живешь здесь, и работаешь здесь, и все очень здорово. У кого доходы серьезные в Украине, и они остаются и продолжаются, нужно тысячу раз подумать, либо правильно структурировать свою семью так, чтобы минимизировать свои потери на будущие налоги здесь. Я так понял, что компанию открыть легко. Свой ФОП какого-то частного предпринимателя открыть еще легче. Какие в данном случае будут вообще налоги? Что касается налогов. Налоги в Испании невысокие. То есть 5% украинский ФОП забудьте. Таких налогов здесь не будет. Если мы говорим про юрлицо. Юрлицо в Испании раньше облагалось налогом 25%. Сейчас понизили. С этого года юрлица, у которых оборот менее миллиона евро, облагаться будет налогом 23%. И на новый бизнес, если вы только первый раз открыли бизнес в Испании, первые 2 года прибыли налоговая ставка будет вместо 23% 15%. Даже если вы открыли в 23 году бизнес, закрыли год убыточный или с нулями, эти 2 года распространяются на первые 2 года прибыли. Так что первые 2 года 15%. Если вы ведете бизнес как ФОП, в Испании называется автонома, здесь шкала прогрессивная от 15% до 52%. Чем больше зарабатываешь, тем больше платишь. Но есть вычеты. Минимальный прожиточный минимум, который не облагается с дохода. Например, наша семья, да? Двое взрослых, двое детей. Примерно 14 тысяч евро в год не будут облагаться налогом. То есть 5500 на главного члена семьи, 3800 на супругу, например. Если супруга не работает, 2400 на одного ребенка, 2700 на другого. Так что если вы зарабатываете в год, например, 25 тысяч евро, 14 тысяч не будут облагаться, ваш доход 11 тысяч. Что еще хорошо? Вы налоги платите от чистой прибыли. Это доход за минус расход. То есть можно списывать практически все расходы, связанные с вашей деятельностью. Какие-то командировочные расходы, перелеты, поездки на поезде и так далее. В Испании, если ты прожил 183 дня, ты становишься как бы налоговым резидентом. А дальше уже как бы тебе нужно заниматься и доказывать, да? Либо если у тебя налоговая пришла и спрашивает, то ты уже тогда документально подтверждаешь. То есть если ты тут проживал и в реале... То есть получив только резиденцию, как бы тебя никто здесь не привязывает. Ты можешь здесь не жить, как бы ты можешь жить на две стороны. Но определяющий фактор это проживание твое здесь. Или такой немаловажный, скажем так, момент. Если у тебя есть дети, и дети учатся здесь в школе, то есть центр социальных интересов, то ты здесь будешь по-любому налоговый резидент. То есть если твоя семья здесь проживает постоянно, то и дети твои ходят здесь в школу, либо в детский садик, то значит они здесь живут. И значит у тебя здесь центр социальных интересов, и ты будешь налоговым резидентом. Это как, знаешь, моряки. То есть он все время в море, и я нигде не живу. Значит, я не должен платить налоги. Но, к сожалению, не так, потому что у моряка, опять-таки, возвращаемся к центру социальных интересов. Если есть дети, которые ходят в школу и так далее, то есть есть в конвенциях ряд определяющих условий, и эта тема налогового, она очень важная. И нужно как бы всегда проконсультироваться с налоговиком, чтобы потом не иметь проблем с налоговой. Потому что налоговая за тобой здесь не бегает, но наступит период, когда они спросят. Если покупаешь недвижимость, тебе дают ВНЖ? Если покупаешь недвижимость от 500 тысяч евро, есть такое понятие, как золотая виза или ВНЖ инвестора, вообще без проблем. Ты купил на полмиллиона евро. Есть определенные документы, которыми ты должен предоставить. Но они базовые, стандартные, никакой сложности нет. Ты входишь в эту программу, тебе дают на 2 года эту карточку, и ты живешь здесь. Если в течение 2 лет, ты должен всегда поддерживать уровень того, что инвестиция в недвижимость 500 тысяч евро, не так, что ты купил, потом можешь продать. Ты ее можешь продать, но ты опять должен купить на эту же стоимость недвижимости. То есть твои общие инвестиции должны быть на уровне полмиллиона евро в объекте. Что дает эта программа? Она очень крутая с точки зрения налогового резиденции. Ты можешь быть здесь 1 день из 365. И она не обязывает тебя находиться здесь постоянно. Она не обязывает тебя быть налоговым резидентом здесь. И она тебе дает такой проездной документ, который ты можешь использовать по Европе, ну, и во многие другие страны. Ну, с украинским паспортом и так можно по Европе спокойно кататься. У тебя нет лимитирования. Пока у тебя нет лимитирования в днях. На какой период дается этот ПМЖ золотая виза? На 2 года. На 2 года. А потом продлевается? Потом продлевается. Потом сейчас уже приняли решение на 4 года. 2 плюс 4. И если ты уже становишься здесь резидентом, через 5 лет общего прохождения ты можешь поменять на ПМЖ. То есть на постоянное место жительства. Она дает право работать всем участникам, потому что это выдается инвестору и всей его семье. Ты можешь перевести родителей. Мы очень многих родителей перевезли по инвесторской ВНЖ в том числе. То есть ты показываешь, что это родители, которые зависят от тебя. Как от инвестора. И, соответственно, тоже переезжают. И, соответственно, ты всю семью можешь легко перевезти сюда, которая может работать, которая может здесь жить. И никаких ограничений не иметь. А ты, как главный инвестор, еще и уходишь от налогов здесь, потому что ты себя позиционируешь, как налоговый резидент своей страны, где у тебя основное место. То есть по аренде ты ВНЖ не получишь? По аренде ты не получишь. Купив квартиру за 50-100 тысяч евро, ты не получишь ВНЖ. Есть программа, но лукротивы. Это без права на работу. Ты можешь получить такую... Но она достаточно сложная и очень сильно зарегулированная. По учебе же можно получить еще визу. Ты можешь получить студенческую. Даже изучая язык просто. Да. И очень многие пользуются тоже этой программой, потому что хотят привыкнуть к стране, посмотреть, что это такое. Я учу язык. Она одна из самых дешевых программ. Стоимость обучения варьируется от города от 3 тысяч. Валенсия, кстати, одна из самых недорогих школ есть, где можно на год пакет купить 3400-3500 евро. То есть, соответственно, это фактически 300 евро в месяц. Ты платишь за курсы языка 3 часа в день. Ты набираешь эти 4 часа в день, потому что 20 часов в неделю должно быть. И все. То есть у тебя пакет 3500 евро обучения. Все остальное это на твою жизнь. И у тебя есть карточка резиденции на год. Она дает право работать. Там достаточно сложный механизм трудоустройства. Но, тем не менее, как бы как опция она у тебя есть. В Испании есть виза Digital Nomad от цифрового кочевника? Да. Мы цифрового кочевника уже сделали порядка 30. Очень классная программа. Она заменила новую кротиву без права на работу. И многие ушли на нее. Пока непонятно, как раз тоже все связано с налогами. Кто и где, когда и будет сколько платить. И пока налоговое законодательство опаздывает к миграционному. То есть миграционка уже есть. Принимают решение. Да. Выдают легко. Как и золотая инвесторская виза. В течение 30 дней все получают решение. И пока отказов у нас не было. То есть Испания ставит на эту программу очень много. Виза цифрового кочевника или Digital Nomad Visa изначально предназначена для людей, работающих удаленно. И позволяет им легально находиться в одной стране, получая доходы с другой. Во время короны она обрела особенную популярность. И многие страны запустили у себя соответствующие визовые программы. Испания начала принимать заявки на этот тип визы только в начале 2023 года. Подать заявление могут граждане стран, не входящих в европейскую экономическую зону. Нужно работать удаленно на компанию с запределами Испании. Часть дохода можно получать и от испанской компании, но эта доля не должна превышать 20%. Эта виза подойдет как для штатных сотрудников, так и для фрилансеров. Но важно, чтобы компания, с которой работает заявитель, существовала не менее года. Заявителю нужно будет подтвердить, что он работает с этой компанией не менее 3 месяцев. А также, что он может работать удаленно. Потребуется подтвердить ежемесячный доход в размере 200% от минимальной зарплаты в Испании. В этом году на момент записи видео она составляет 1260 евро в месяц. Так что минимальный доход номата должен составлять 2520 евро. Если же с номатом едет супруг, супруга, то к сумме добавляется еще 75% от минимальной зарплаты. Это 945 евро. За каждого следующего члена семьи нужно будет добавить еще 25%, то есть по 315 евро. Ну, в общем, зарабатывать нужно много. Необходимую сумму можно подтвердить контрактом, платежной ведомостью и другими документами. Испанцы платят налоги по прогрессивной шкале налогообложения от 19% до 47%. Но существуют разные налоговые вычеты. Кроме того, действует так называемый закон Бекхэма по имени футболиста Дэвида Бекхэма, который одним из первых воспользовался этим законом. Так вот, этот закон позволяет специалистам, приезжающим в Испанию из других стран в год подачи документов и последующие 5 лет платить налог по другой шкале. 24%, которые предлагаются номатом, это ставка по закону Бекхэма. При доходе до 600 тысяч евро в год. При превышении этой планки ставка будет уже 47%. То есть половину того, что вы заработаете, вы должны будете заплатить государству Испания. У тебя большой опыт в банкинг и финансе. Ты работала в Украине в банках, ты работала юристом в Барселоне, я так понимаю. Какие чаще всего вопросы задают клиенты? Какие вопросы решаешь ты? Какие бы темы могла бы раскрыть, чтобы тем, кто собирается сюда приехать, либо с точки зрения инвестиций, либо жить, могла бы сказать их, заинтересовать и закрыть их боли? То, о чем они думают, какие-то возражения. Тема немножко болезненная. Я с этим работаю. И сравнивая мой большой период работы в Украине в банках, здесь абсолютно все работает по-другому. И сложно. Первый момент, это то, что бывшие страны Советского Союза, это все страны как бы с пометочкой риск, какая страна. Поэтому здесь как бы от вас всегда будут спрашивать документы. Как ты заработал деньги? Заплатил ли ты налоги? И подтверди это все документально. Бангомплайнс. Да. Поэтому как бы я собирал деньги всю жизнь и накопил, и сейчас не работаю. Счет будет открыть сложно, а то и практически невозможно. Сейчас ввиду как бы ситуацию с украинцами, с украинцами, да, банки дали им большой фавор, и ты можешь открыть счет как нормальный европеец. Ты пришел, дал паспорт, и ты открыл счет. Дальше же как ты его используешь? Если ты хочешь купить недвижимость, и тебе нужно завести сумму денег, которая тебе позволит это купить, да, дальше тебя спросят, как ты заработал, где ты платил налоги. И здесь это занимает как бы небольшой, ну, не зависит большой, небольшой. Но это определенный процесс работы и времени, когда тебя проверяют. Тебе могут заблокировать счет, но это тоже не смертельно. То есть, значит, тебе надо предоставить какой-то дополнительный документ. Банк его в течение 3 дней. Там у них есть всегда 72 часа на рассмотрение посмотрел. И дальше ты можешь продвигаться с покупкой. Чемоданчик привезти тоже не работает. Чемодан привезти работает с украинцами, но сейчас все немножко сложнее. То есть... Ты должен декларировать сразу. Не потом, когда приехал, пошел, задекларировал. Когда только началась война, один из банков дал, как бы, зеленый свет украинцам. И можно было без декларации, но с подтверждением, как ты эти деньги заработал, положить на счет. И сумма была до 100 тысяч евро. То есть один человек на себя мог положить наличными 100 тысяч евро. Такое... Испания очень не любит наличные. И такой фавор, как бы, не давал ни один банк. Но, как бы, в плане украинцев, потому что люди бежали, многие приехали без документов, без загранпаспорта. То есть ситуация была настолько, как бы, критичная. И нужно было как-то выживать в этом и адаптироваться. Поэтому до 100 тысяч евро можно было сумочкой прийти и положить. Криптовалюта как-то регулируется? Можно ли оплатить, допустим, недвижку криптовалютой? Как аренду, так и покупку. Тема криптовалюты, она законодательно, наверное, как и в других странах, регулируется не очень. Есть какое-то понимание, как с этим работать. Но сказать, что вот в Испании выписан закон, и ты можешь легко оперировать, да, и покупать какие-то активы. Нет, но мы над этим сейчас работаем, и на реале рынка таковы, что ты не можешь, как бы, от этого уходить. И тебе нужно этот инструмент как-то применять, легально согласовывать все действия с банком, да, и потом... Здесь не только с банком, потому что здесь еще проверяют, откуда доходы нотариус. И он описывает, как это все произошло, откуда у тебя деньги пришли в Испанию, ты купил недвижимость. А потом это проверяет еще регистр. Вот, и тебе надо пройти все эти три этапа, да, и финально получить зарегистрированную куплю-продажу на твое имя. Если сравнить Валенсию и Теревеху, где ты постоянно живешь... Да. С точки зрения стоимости жизни, инфраструктуры, школ, садиков, больниц, университетов и всего остального. Проведи, пожалуйста, линию и рациональную по стоимости всего, и эмоциональную. Где ты что получаешь, где ты как-то себя чувствуешь? Ну, если мы берем Валенсию, конечно, в Валенсии будет инфраструктура гораздо больше. Она будет более развитой. Здесь будет большое количество разных больниц и поликлиник. Если в Теревехе, мы говорим всего, по сути, о двух. Ну, сейчас уже даже три. У нас три клиники, три больницы. Две частные, это Керон и Мед. И одна государственная. В Валенсии выбор будет намного больше. Уровень специалиста, врачей Валенсии, он, конечно, он бесспорно будет выше, чем в небольшом курортном городке. Что касается школ, точно так же. В Валенсии будет намного больше выбор школ. И частных школ, и государственных школ, и полугосударственных школ. В Валенсии есть университеты. И не один университет. А в Теревехе нет университета. Ну, в принципе, туристический городок с населением приближенным к 100 тысяч. И, по сути, мегаполис, третий город по величине в Испании, приближенный к миллиону. Для молодежи, наверное, Валенсия, конечно, будет предпочтительной. Поскольку здесь можно получить высшее образование. Здесь, наверное, можно как-то построить лучше свою карьеру, чем в маленьком туристическом городе. Но нужно понимать, что жизнь здесь дороже. Если мы сравним арендные ставки Теревехи и Валенсии, я думаю, что в Валенсии аренда будет на 50-70% выше, чем в Теревехе. Если мы возьмем примерно равноценные квартиры во вторичном фонде в Теревехе, квартира с двумя спальными комнатами, это самый распространенный продукт, который клиенты ищут, когда переезжают в Испанию. В Теревехе такую квартиру в аренду можно найти сегодня от 550 до 600 евро усредненно. В Валенсии, наверное, мы говорим о 1000 евро. Соответственно, у семьи, которые переезжают в Валенсию, должен быть бюджет немножко повыше. Жизнь в большом городе накладывает также дополнительные расходы, которых у тебя нет в маленьком городе. Это больше соблазнов, это походы по каким-то выставкам, концертам, клубам и так далее. Передвижение в большом городе, оно больше по километражу. Соответственно, на машину, когда ты живешь в маленьком городе, ты будешь тратить меньше денег, чем на большой город. И если мы возьмем обычную семью, состоящую из двух взрослых, например, и двух детей, в принципе, в Теревехе такая семья может прожить на условные 2000 евро. Даже если у них недвижимость в аренде за 600 евро плюс коммуналка, плюс машина, детки, школа, медстраховки. В Валенсии на 2000 ты не проживешь, потому что 50% у тебя будет только аренда. Вообще всегда считают в Испании, что арендная ставка или ипотечный кредит не должен составлять более 30% от твоего ежемесячного дохода. Соответственно, если мы берем в расчет 2000 евро, это базовый расход, который тебе нужен, чтобы нормально, комфортно себя чувствовать семью, твоя арендная плата не должна превышать 600 евро. Если ты будешь платить 1000 евро, ты на 2000 не проживешь. После того, когда мы открыли офисы в других городах, потому что все равно старт компании был в Теревехе. На сегодняшний день у нас офисы, помимо Теревехи, у нас есть побережье Арелла Коста, у нас есть Аликанто, у нас есть Бенедорм, Феннестрат, у нас есть Валенсия. Мы видим, что происходит внутренняя миграция внутри страны. То есть есть клиенты, которые пожили в Теревехе, переезжают в Валенсию. Почему? Потому что детки подросли, им скоро поступать в университет, они переезжают. Но точно так же мы наблюдаем и обратную картину. Бывают клиенты, которые переезжают из Валенсии в Аликанто или Теревеху. Какие причины не смогли развить, например, бизнес. Вот одни из клиентов были, которые переехали из Теревехи в Валенсию, пожили в Валенсии полтора года, вернулись назад в Теревеху. Не пошел у них бизнес. То есть у них в Теревехе был небольшой бизнес, а стрижка с собак, кошек. В Теревехе все работало, сарафан работал, огромное количество русскоязычных клиентов. Красота. Переехали в Валенсию, пожили полтора года, не зашло, не смогли набрать клиентов. Вернулись назад в Теревеху. Была семья, которая переехала из Валенсии в Теревеху, не потянули по финансам. И бывает, конечно, большое количество клиентов из Теревехи, которые переезжают в Валенсию по той причине, по которой я сказал. Люди хотят большой город, люди хотят большое количество школ, университета и так далее. Меня зовут Луис Касалес. Я родом из Аликанте. Изучаю космическую инженерию на факультете дизайна в Политехническом университете Валенсии. Выбрал это учебное заведение, потому что оно находится близко к дому. И это один из немногих университетов, где была такая специальность. Вообще для меня Валенсия очень красивый город, в котором приятно жить. Стоимость обучения в университете – 1000 евро в год. Поступить на мою специальность достаточно сложно, но при большом желании возможно. Я на втором курсе, и мой любимый предмет – космические технологии. В нашей группе учатся 60 человек. Во время практик нас разделяют на более мелкие группы, а на лекциях присутствуют все 60 студентов вместе. С двумя однокурсниками мы снимаем квартиру в 10 минутах ходьбы от универа. Цена за месяц выходит 150 евро с человека. Это за одну комнату. В большинстве случаев аренду квартиру оплачивают родители, но иногда студенты подрабатывают и оплачивают жилье сами. После окончания университета по моей специальности есть много возможностей для работы. Я же хочу работать дизайнером космических кораблей, самолетов и вертолетов. Я еще занимаюсь атлетикой, и в моем универе есть отличный стадион, но мне больше нравится тренироваться в парке Турия. Также мы с друзьями часто играем в волейбол и проводим время на пляже. Валенсия – хороший город для тусовок, и многие студенты частенько ходят в клубы потанцевать, повеселиться и оттянуться. Ну, вы поняли, о чем я. Валенсия – это город для студентов. Спокойного времяпрепровождения, культурной и размеренной жизни в удовольствии. И, конечно же, в теплом климате. Был бы хорошо взять пледик, бутылочку белого, красного, безалкогольного чего-то для тебя, какой-нибудь еды. Тех томатов, которые мы купили, валенсианских, которые я еще не попробовал, больших вот таких вот вкусных, прям реально огромных, и чего-нибудь еще вкусного, и паэлью. Я так понял, что это какое-то очень романтическое место, куда специально приезжают испанцы, чтобы здесь посидеть, провести пикник, сделать, наверное, предложение руки и сердца. Все абсолютно верно, Андрей. Это озеро называется Альбуфера, что в переводе с арабского значит «маленькое море». Также поэтичные арабы называли его «солнечным зеркалом», потому что солнце здесь красиво заходит, и очень многие валенсицы приезжают сюда полюбоваться закатом. И, как ты тонко подметил, это место особенно популярно среди парочек для такого, скажем, бюджетного романтик-свидания, потому что они могут взять с собой еду, пледик, и просто красиво провести здесь время. Также здесь делают предложение руки и сердца красиво. Можно заказать просто романтичную прогулку на кораблике с красивым ужином, со свечами, с вином. Это озеро является крупнейшим пресноводным озером на территории Иберийского полуострова. На территории озера проживают постоянно больше 350 видов птиц, и рядом возле этого озера выращивается очень много риса специального сорта бомба. Почему называется он бомба? Потому что он круглый. Именно из этого сорта бомба делают знаменитую валенсийскую апаэлью. Родилась она здесь, и традиционная валенсийская апаэлья, она состоит из кролика, курицы, белых таких больших бобов, зеленой стручковой фасоли, иногда еще добавляют улиток. И традиционная апаэлья, у меня была соседка в моей старой квартире, где я жила бабушке 80 плюс лет, она рассказывала, что в ее молодости апаэлью делали с местной водяной крысой, которую как раз старались здесь на озере Альбуфера. И во время войны также апаэлью делали с этой водяной крыской. Она такая небольшая, кстати, очень, ну не могу сказать, что милая, но не такая мерзкая крыса, которую мы привыкли все видеть. Ты жила в испанской семье и, думаю, что хорошо знаешь, как они дома. Они дома готовят или нет? Дома готовят. Причем паэлью считается готовить дома. Вот это самый кайф, скажем так. К процессу поедания и приготовления паэльи, конкретно валенсийцы, относятся очень ответственно. Мало того, знак хорошей паэльи является, чтобы он такой был тоненький слой, чтобы рисинка была отделена от рисинки. И должен быть слой такой еще по бокам поджаренный, который называется сокарат. Тогда это правильно. Это правильный такой хрустящий, знаешь, когда остатки самые сладкие, это собрать его деревянной ложкой, это самый смак. То есть, паэльи, кстати, питаются в основном, либо, например, по средиземнорской диете, то есть, на обед это может быть какая-то рыба с овощами, со спаржей, салат с теми же валенсийскими помидорами, очень много зелени, томаты, лук. Либо могут же... Также они любят пасту, приживаются у них тут паста из итальянской культуры. Может быть, какой-то кусочек мяса, это в основном говядина. Свинину тоже едят. Либо могут быть ребрышки из ягненка молодого. Могут готовить какие-то куриные филешки отбивные с картошкой жареной. Летом популярно гаспачо. Гаспачо, кстати, мой муж всегда просил, чтобы... Летом гаспачо все должно встать в холодильнике. Это суп, который делается на основе томаты. Очень много томатов, огурцы, лук немножко болгарского перца, либо такого зеленого перца. Добавляется оливковое масло, уксус. И это все... Еще добавляется лед, ставится в холодильник, охлаждается. Сытный легкий суп, который летом прекрасно охлаждает. Я, кстати, тоже заметил, что очень много пенсионеров. Вот прямо много. И мне очень нравится. Пенсионеры все время ходят за ручку. Одна парочка за ручку, вторая парочка за ручку. Третье. Здесь два вопроса. Первое. Какая минимальная и средняя пенсия в Испании? Раз. А второе. За счет чего они долгожители? Потому что из того, что я знаю, они живут 80 плюс в среднем. Минимальная пенсия в Испании от 400 евро и выше. Если ты работал на какой-то хорошей должности, скажем, в госорганах и так дальше, у тебя пенсия будет от 2000 евро и выше. Про политиков я знаю, что там пенсия может быть 3 и даже доходить до 5000 евро. Испанцы, в принципе, могут откладывать деньги. Также у них, кстати, очень популярно играть в лотерею. И некоторые из них выигрывают в лотерею. Особенно на Рождество. Почему они ходят за ручки? Потому что мне нравится у них вот такое отношение. И мне очень нравится то, как они относятся друг к другу, как они называют. Ми аморта, ми корасон, ми вида, моя любовь, моя жизнь, мое сердце, мое небо. И очень много говорят комплиментов. Я думаю, что это тоже один из таких залогов хорошего отношения. То есть они не кричат сильно друг на друга. Я не знаю, чтобы они прям жестко ссорились, как у нас покрывали друг друга каким-то там трехэтажным матом, неприличными, некрасивыми словами. Средиземноморская диета помогает. Солнце. В Валенции 300 солнечных дней в году. Это тоже способствует ему хорошему настроению, желанию что-то делать, наслаждаться жизнью. То есть они не грустные. Само отношение к жизни у них очень легкое. Сегодня мы спрашивали, когда молодых ребят, что им нравится, что им нравится, что их делает счастливыми. Они сказали, время с семьей, время с друзьями. То есть это то, что когда ты счастлива, когда у тебя есть окружение, которое делает тебя счастливым. И они такие товарищи, как сказать, которые живут в группах, в комьюнити. То есть они не одиночки. И это наполняет очень сильно. Ты здесь счастлива? Я абсолютно счастлива. Испания – это мой дом. Не хочешь уезжать? Нет. Благодарю тебя. Благодарю и вас, смотрящие это видео. Если понравилось, не забудьте поставить ему лайк. А также написать в комментарии, что досмотрели до конца. Что понравилось в нем, а чего не хватило, я постараюсь прислушаться и по необходимости что-то улучшить. Скажу честно, Валенсия как город для жизни мне очень зашла. Это мега зеленый, красивый город с невероятной архитектурой. Множеством велосипедных дорожек, вкусных заведений и всей необходимой инфраструктурой. И да, здесь же есть море. Это, конечно же, очень важно. Единственный минус для меня – это то, что в основном здесь квартиры, а я бы хотел все-таки жить в своем доме, в тишине и в свободе. По всем вопросам по Испании, это покупка и аренда недвижимости, открытие бизнеса и просто за помощью обращайтесь к Яну. Его контакты есть в описании к видео. А мы с Яном и его коллегами пошли на футбольный матч «Валенсия» и «Реал Мадрид». Матч выдался драматически. Болельщики страстно и красиво пели песни, не оставляя равнодушным вообще никого. Они, конечно же, этого умеют. Здесь болельщики просто космос. В течение этой игры удаляли игроков. Было два мяча на поле, случались драки, серьезные потасовки и разборки. Рефери все два тайма находился в замешательстве и вообще, если честно, поплыл, не понимая, что делать. В итоге реально добавили минут 15 дополнительного времени и «Валенсия» выиграла у «Реал Мадрида». После этого в городе начался просто настоящий праздник, который, я думаю, длился до самого утра. Ну, а мы с вами увидимся в следующем видео, которое будет уже о жизни на острове Бали. И это будет очень особенный выпуск. Не пропустите. До встречи. Пока.